Итак, господа, по невероятным многочисленным просьбам зрителей у нас снова Николай Николаевич Платошкин. Спасибо. Прежде чем перейти, это будет продолжение разговора, который впервые у нас с вашей помощью прошел миллионный рубеж, что говорит о том, что... О том, как мы мастерски накручиваем все это, понимаете. То есть все разговоры о том, что нам помогает ФСБ, ЦРУ и Кремль, к сожалению, не имеют под собой почвы, потому что все кассы эти... Но мы надеемся, мы надеемся. Надежда слабая есть, но где эта касса, никто мне не говорит, потому что она бы не помешала иногда. Николай Николаевич в одном из своих выступлений говорил, Николай Николаевич в одном из своих выступлений говорил, что если вдруг кто-то найдет от Кремля с Келески, то скажите где. Если вам скажут, вы нам тоже долю малую зашлите. Прежде чем перейти к более серьезным темам, один вопрос, который неизбежно, как называется, появлялся под вашим видео, который я уже... Рука устала удалять. Рука бойца устала. Они говорят следующее, что вы проект Кремля. Нам тоже иногда такое пишут. Мы видим в разных калитках, мы не встречались там в Кремле. Но все-таки хотелось бы понять, где там можно прорезть. Коротенько так. У меня два, так сказать, инициатора моего проекта. Это Платошкина Валентина Николаевна и Платошкин Николай Иванович. Инициировали они меня, но судя по дате моего рождения в 1965 году. Было ли это в Кремле или нет? Нет, вряд ли это. Я вам должен могу сказать, наверняка нет. Но еще раз, да, если у кого-то есть связи с Кремлем, с администрацией президента, товарищи, вы не сидите сиднем, в конце концов. Вы скажите, что люди давно определили проект. И он как бы жаждет, чтобы им кто-то занялся. Так что давайте, без дураков-то, да? Поактивнее. И вопросы, к которым вы постоянно уходите, но здесь замкнутое пространство... Я могу встать и уйти. Нет, здесь замкнутое пространство, уйти сложно. Медведев, это ваш сын? Или отец? Вот мнения разошлись. Дедушка. Хорошо сохранился, дедуля-то. Ну я тоже, к сожалению или к счастью, не имею к нему никакого отношения. Но иногда, да, говорят о каком-то сходстве. Причем люди пишут как-то странно. Типа пишут, ну что, Платошкин, классный чувак, но вот жалко на Медведева, похоже. Ну что я тут могу сказать? Мне тоже жалко, но что есть, то есть. Ну что, теперь о более серьезных темах. Вы выложили видео не одно о том, что такое являет собой предложение побороться за новый социализм. Давайте начнем. Чем ваш новый социализм отличается от того социализма, который многие здесь видели под названием реальный социализм, о котором, в общем, некоторые даже жили при этом. Не все, но многие. Я тоже жил. И примерно представляют. Да, но мы и представляем, что такое реальный социализм. Чем ваш новый отличается от того старого? Причем тот старый был разный. Итак. Социализм, на мой взгляд, по крайней мере, и определение этого строя говорит о том, это где превалирует общественный интерес. Я хочу сказать, не где только есть общественный интерес, а где они превалируют, где свободное развитие каждого является условием свободного развития всех. Что это означает на практике, что означал наш социализм? Видите, нам с вами так, ну, повезло или нет, что он у нас возник в очень отсталой стране. У нас сейчас, конечно, принято говорить там, что Российская империя была какая-то классная, там пришли большевики, что-то там все, в общем, испортили. Ну, как вы думаете, вот в 17-м году, ну, или в 14-м, да, у нас принято там Российскую империю, 13-й год, там, пик, после этого Первая мировая война. Вот как вы думаете, какая у нас тогда была средняя продолжительность жизни? Порядка 27 лет. Нет, ну, это вы, конечно, оскорбляете моего... Не-не-не, было бы иногда. ...тезку Николаша Второго, но 37 лет. Помню, что 7. Значит, это продолжительность жизни Древнего Египта, чтобы вы понимали, да? У нас треть населения болела бытовым сифилисом тогда. Это что имеется в виду? Что люди не то, что они были какие-то развратные, да, а то, что канализации не было просто нормальной, не было питьевой воды. И люди из пруда и пили, и там же и стирали. Например, да? В Тамбове в начале 19-го, 20-го века один человек, переходя центральную улицу, насмерть утонул в грязи. Это был губернский город, да? Вот столица губернии. Большая часть Москвы была не освещена, то есть электрического света не было. Если сравнивать нас с другими странами, да, то мы оставали от Соединенных Штатов Америки тогда, перед революцией, по уровню развития примерно в 15 раз. То есть это вот была такая классная Российская империя. Вот у меня бабушка еще застала. Она была человек верующий всегда. Никогда не вступала в коммунистическую партию. Вообще, кстати, закончила она церковно-приходскую школу в Рязанской области. Ну, тогда губернии. Я вам так могу сказать. Я советский школьник 70-х годов многим бабушкам, выпускницам царской ЦПШ, от церковно-приходской школы, писал письма родным. Потому что они писать не умели. Для меня это был, конечно, шок, понимаете. Ну, в 70-е годы, да, там, телевизор, газеты и все остальное прочее. А это было нормально, я вам должен сказать, для того времени. Или когда она мне сказала, что зефир в первый раз мы увидели в деревне в 1936 году. В 1936. Причем это была зажиточная семья. Мне бабушка говорит, мы мясо ели по праздникам. В деревне, в деревне. Я говорю, остальные что ели при царе? Она говорит, ели картошку, капусту. Хлеб иногда был, говорит, иногда нет. Но картошка и капуста, да, говорит, вроде бы, подчеркиваю, это черноземная зона России. Это не тундра, не Сибирь, не еще такое. Я, кстати, ее спросил, чтобы опять про социализм. А вот как вы восприняли в этой деревне, такой, знаете, вот, я еще застал, когда там телевизор был один, там, я не знаю, на несколько семей. Как вы революцию 1917 года встретили? Мне вот эта бабушка, да, никогда не вступавшая в Компартию, очень религиозная, все праздники знала. Говорит, мы полностью поддержали Ленина. Я даже засомневался. Вы его откуда знали тогда? Ни интернета, не было ничего вообще. Ленин там. Потише, пожалуйста. Значит, она меня вывела на крыльцо и говорит, вот эти луга были Елтуновы. Этот лес был Елтуновы. Эта дорога была Елтуновы. Я говорю, а кто такой-то вообще? А я знал, что там некоторые места так и назывались, там Елтуновский луг в 70-е годы. Она говорит, помещик. То есть, земля была вся его. Мы на него пахали. То есть, он давал нам в аренду, половину рожая отдавали ему. Причем, как вы понимаете, при царе, которого сейчас прославляют, ни тракторов, как вы понимаете, ничего не было. Люди серпом работали. И он говорит, потом наш урожай в карты проигрывал. Вагонами при нас. Она мне это рассказывает. Люди сзади, говорит, зеркало держали. И он, говорит, проигрывал вагоны, потому что ему похрену как бы было. Это же не его зерно, правильно? Люди привезли и дали. Поэтому, когда мы узнали, что пришли большевики, и объявили, что земля тем, кто ее обрабатывает, мужики собрались, сели на телегу, поехали, утопили его в сортире. Потом приезжала ЧК и говорил, что зачем вы это делаете, это не надо, это самосуд там и прочее. Вот вам, пожалуйста, какой была Россия, примерно, ориентировочно, в которую пришли большевики. Ну или, как говорил Черчилль, Сталин взял Россию с деревянной сахой и оставил с атомной бомбой. А можно секундочку вмешаться? Вот в этот рассказ про страшные ужасы. А вот в руках у меня был, не к силу, не город вспомнил, National Geographic за 13-й год. И там говорилось следующее. За 1913-й? Конечно, 13-й. Может быть, 12-й. Я могу шипаться. Могу прислать? Где-то валяется ссылка. И там говорилось о следующем, что к 1952-му году, или 50-му, Россия идет с такой скоростью, что она станет единственным, one and only. Таким государством будет 500 миллионов, ее нельзя будет остановить. Это невероятный паровоз, который несется, который будет подавлять всех своей мощью, своими запасами зерна. Напоминать одного тюремного жителя. Зовут его Алексей, Алексей, по-моему, да, Силуанов. Он говорил, что к 2050-му году в России... Улюкаев, извините, да, Алексей Улюкаев, что к 2050-му году у нас все будет просто замечательно. Да, а до этого, а до этого ко мне не обращайтесь. А насчет ваших прогнозов, я могу сказать... Это не моих, это нашел географик. Ну, насчет... Там был еще другой прогноз, что если количество извозчиков в Петербурге будет расти такими же темпами, как сейчас, то через 1930-му году город будет под полутораметровым слоем конского навоза. Вот цена ваших прогнозов. Только не Нью-Йорк. Нет, это говорили про Петербург. Хорошо, окей. Продолжаем. Ну, то есть, понимаете, я вам таких прогнозов могу накидать сколько угодно. Прогнозы, ими сыт не будешь. Я вам говорю, какой была Россия. Никакой она там встала бы, там, если бы, бы и прочее. Она была... Все понятно. ...чудовищно отсталой страной, что, кстати, показала Первая мировая война. Вот Распутин, мужик обычный, говорил царю, с немцами воевать не надо. Знаете, почему, говорил Распутин? У них каждый крестьянин утром кофе пьет. Вы понимаете, о чем он говорил? Конечно. Да, что наши крестьяне, они не то, что там, я не знаю, пулеметы не видели никогда. Некоторые не видели вообще, так сказать, орудий каких-то вот серьезных, там, сельскохозяйственных. Когда Деникинсом перебросили два английских танка в годы Гражданской войны, целый полк Красной Армии бежал, потому что они не понимали, что это. Между тем, на фронтах Первой мировой войны у этих стран было по нескольку тысяч танков тогда уже. А царская Россия не производила ни автомобилей, ничего другого. И в 15-м году наша армия отступала просто потому, что ей нечем было воевать. Понимаете? Вот царь... Это был снарядный голод, это точно. Ну так, понимаете, и когда большевики взяли власть, вот представьте, в какой стране они ее взяли. У нас на всю страну было 160 тысяч инженеров, предположим. Ну, чтобы вы понимали, да? А что такое инженер? Это человек, который делает все остальное, да, станки, машины, оборудование и прочее. Мы почти ничего сами не производили. Извините, мы даже рельсы покупали. Понимаете? Потом, кстати, опыт нашей индустриализации советской, его сейчас везде изучают, и Путин даже об этом говорил, да, что нам нужна индустриализация, надо вот повторить опыт там 30-х годов, когда были введены в строй там десятки тысяч промышленных предприятий. И вот в этой лапотной стране в 32-м году мы создали первый цельно-металлический самолет в мире вообще, понимаете? Это чтобы понимали, это люди еще должны были придумать его, да, в нашей стране, где люди были неграмотные при царе, в основном, вот я вам описал, да, церковно-приходская школа, писать, читать там и все остальное проще. Мы первые ввели пенсии, вот о которых сейчас идет разговор. Соединенные Штаты ввели их только после войны и по старости, а мы ввели сразу. Мы первые ввели декретный выпуск в 2018-м году по уходу за ребенком. Такого на планете Земля не было, потому что при капитализме считается как, ну вы родили ребенка, ваше собачье дело. В Америке такого опуска и сейчас нет. Вы договариваетесь с работодателем, вы рожайте, пожалуйста, но никто вам оплачивать этого не будет, если вы не договоритесь. У нас это в законе было, да. И почему этот отпуск называется декретный, потому что декрет Ленина был в 2018-м году. У нас первым появилось всеобщее бесплатное образование вообще на планете Земля. У нас первым появился восьмичасовой рабочий день опять же на планете Земля. Потому что везде работали по 10-12 часов. То есть вот эти вот социальные завоевания нашей революции, они беспримерны. Что касается ошибок социализма нашего, они были вызваны, на мой взгляд, двумя вещами. Во-первых, мы строили то, чего никто никогда не строил. Смотрите, капитализм, он простой. Он ничего не строит. Вам пить охоту, пейте. Там, развлекаться, пожалуйста. То есть мы от вас ничего не хотим. Человек животное, поэтому ему мешать не надо. Побеждает сильный. Человек человеку волк. Ну, то есть вот как в природе, так и у нас. И мы ни на что не претендуем. Мы из вас никого не делаем. Что хотите, то и делайте. Не упрощаете ли? А что не упрощаете? А что не так? Например, как называть социализм, бросил вызов человеческой природе и проиграл в 1991 году. Нет, вот я с этого и начал. А что вы, собственно говоря, человек оказался животным, вы хотите сказать, все-таки, да? Нет, не животным. Он как раз оказался очень даже хомо сапиенс, который же хочет жить в комфортной среде, над которой вы смеялись в прошлый раз. Я сейчас над ней смеюсь. Понимаете, а почему у нас тогда на вашей планете Земля, 7,5 миллиардов человек, миллиард не доедает? Не было никакого социализма у них вообще. Никогда. И не будет. Ну, а почему так плохо-то? Ну, а что вы руками? Обратитесь во Францию. Про желтое жиле-то что-нибудь слышали, нет? Нет, сейчас вы начинаете уходить в сторону. Нет, я не ухожу в сторону. Люди во Франции, в развитой стране, говорят, нам от зарплаты до зарплаты не хватает. Это в развитой стране. Я вам про Центральную Африканскую Республику, про Парагвай, про другие страны не говорю. Там что, социализм был? И вы считаете, что люди, вот живущие в таких условиях, это хорошо? Нет, еще раз, если мы с вами стоим на той точке зрения, что человек как был, условно говоря, выходцем из животного мира, пожрать комфортно, выпить, закусить и продолжить рот, да, это не ко мне. Это не про социализм. Но извините, у животного мира есть и другие законы. Если я вас могу слопать на пути к своей карьере, я это сделаю, мне на вас плевать. Понимаете, это тоже человек или нет? Это хорошо в человеке, да? Нет, это не хорошо. Так надо это менять или нет? Нет, секундочку, надо, 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 я про друга говорю. Мы, напоминаю, возвращаемся к точку. Я спросил, чем отличается? Вот, вот, я сейчас к этому подхожу, что мы не смогли сделать нового человека. Ведь что, что такое социализм, если просто? От каждого по способностям, каждому по труду. Вот каждому по труду это просто, да? Ну, вы там что-то сделали, условно говоря, выточили там 500 деталей, да? Вам что-то заплатили. Со способностями не получилось. Ведь считалось как? При капитализме человек работает вот из вашего страха, да? С работы выкинут. безработным стану, вообще как семью кормить, что делать. При социализме это убрали, да? Мы ваше общество, вы не бойтесь, мы вас никуда не бросим. И у многих людей, которые не стали новыми, возник такой смысл, ну, раз они мне ничего не сделают, раз власть моя, так на хрена особо упираться. Правда? Все вокруголхозное. Вы помните все это, да? Когда людям говорили, чего вы там гвозди с завода выносите, завод общенародный, ваш. То есть, вы крадете не у дяди, да, который там где-то в Майами живет, вы же у себя крадете. Но люди этого не понимали. Но это и есть человеческая природа. Нет, вы мне, человека, не хайте, понимаете? Поэтому смысл был такой, вот почему как бы были наши ошибки. Вот, например, часто говорят про дефицит, да? Хотя в СССР никакого дефицита не было, понимаете? Были колхозные рынки, так называемые, как сейчас, где все было, только по свободной цене, вот, которая сейчас везде есть. Социализм старался дать людям базовые продукты, услуги такие, чтобы каждый мог себе это позволить вне зависимости от своей зарплаты. И к чему приводил ваш человек, которого вы хвалите? Вот опять, если взять ту же деревню, я извиняюсь, может, этот пример уже слышали, я приходил в магазин в Рязанской области в 70-е годы, хлеба не было, для меня это был какой-то шок. Думаю, как же так? Вот только что машина прошла, сгрузили там, не знаю, 200 буханок, и они исчезли. Так он стоил 20 копеек, люди брали по 10-15 штук и кормили свиней. Соответственно, один взял, другой пришел, и нет. А вроде смысл такой, но нафига печь-то, если, скажем, в деревне живет 100 человек, зачем печь 500 буханок на эти 100 человек в день вроде? Вот смотрите, если бы человек был новый, а значит, свои потребности у него были бы нормальные, и самое главное, он бы о других тоже бы думал, да? Ну, пошел там, взял буханку, и все, и ради бога, всем осталось. Что сделал Гайдар? Да он просто вернул человеку скотскую природу, он взял, отпустил цены. Вы думаете, большевики, что, не могли этого сделать, что ли? Да в две минуты, вот, пожалуйста, и все сразу появилось, народ уже приходил, говорит, блин, 15 буханок не возьмешь, что-то все кусается, ну, вот вам и все, понимаете, вот так и наполнились прилавки, но они, тогда СССР производило и больше мяса, и больше зерна, чем сейчас, и больше молока, это статистика объективная, говорит, но просто, видите, если так к этому относиться, ну, это как бы не мое, да, это вот, ну, чье-то, да, ну, возьму там, выкину, дети в футбол играли хлебом, помните, да, и когда Рыжков, премьер-министр Советского Союза, ему сказали, может повысить цену на хлеб с 20 копеек до 28, он же заплакал, и над ним еще все ржали, говорили, плачущие коммунисты, а он говорил, ну, как же так, это же люди, что же, вот они теперь будут столько за хлеб платить, вот сейчас плевать, понимаете, вот по вашей человеческой природе, наши чиновники, что говорят в Карелии, низких зарплат нету, а точнее, высоких цен нет, это есть низкие зарплаты, а если вы низко работаете, то есть, мало получаете, вы сам козел, это ваши проблемы, понимаете, если вам нечего есть, значит, вы урод, лентяй, придурок, и государство, как они сейчас говорят, вам ничего не должно, понимаете, это все, вот вы им должны, а они вам нет, то есть, маг-дефицит можно было просто ликвидировать, и по свободным ценам, там все было, собственно говоря, понимаете, вот человека нового не смогли воспитать, это да, не было стимула, вот при капитализме стимул звериный, работай, блин, иначе я тебя выкину с работы, будешь стоять на улице, а тут тебя никто не выкидывает, это понятно, вот и все, второй момент, из-за чего у нас немножко все не получилось, это враждебное окружение, вот над этим все смеются, да, как правило, американцы сейчас подсчитали, что они потратили на разгром Советского Союза 21 триллион долларов, это их подсчеты, воловой внутренний продукт Соединенных Штатов гораздо ниже сейчас, вот вообще совокупная американская экономика, вы понимаете, и почему они нас гнобили, из-за того, что вы говорите, ну, казалось бы, ну, вот Америка, да, где-то там далеко Россия, ну, какая разница, нет, их бесил именно другой образ жизни, понимаете, что люди говорят, а почему у них безработицы нет, а у нас есть, а почему у них вот образование бесплатное, а мы как ослы платим, а почему у них вот здравоохранение бесплатное, а мы тоже платим, значит, можно по-другому, они ликвидировать хотели не нашу страну, а этот образ жизни, да, чтобы все говорили, вот как вы, ну, ничего нельзя, ребят, ну, вот мы такие уроды родились, и ничего другого с нами никогда не будет, поэтому надо терпеть, ну, что поделаешь, ну, вот общество такое, и сами мы уроды первые, человек, он зверь, ну, ничего с этим не сделаешь, то есть, если мы действительно с вами звери, каждый за себя, знаете, как наши эти комментаторы сейчас говорят, дикторы, люби себя и своих ближних, а на остальных наплевать, понимаете, их не люби и не надо, тогда все, тогда социализма, конечно, никогда не будет. Чем ваш социализм будет отличаться от того, что было? Тот провалился, он не создал нового человека, из того текста, который я слышал у вас, честно говоря, я не очень понял, чем он будет нов, и каким образом, я так понимаю, вы все-таки собираетесь создавать этого самого нового человека, но тогда это будет идти след тому, что было, как вы сумеете сделать то, что не сумели сделать Ленин, Сталин, Хрущев, Брежнев, ну, и все остальные прочие. Ну, во-первых, я еще раз говорю, я считаю, что эти люди сделали мало ошибок, просто, понимаете, есть окружающая среда, с которой ты ничего не сделаешь. Вот-вот я об этом. Сейчас она другая. Сейчас Советский Союз, который вы хаете, создал, не хаю, не хаю, создал у нас блестящий уровень образования, который, правда, сейчас утрачивается. Мы были самой читающей страной, помните, да? Помните. У нас были, у нас была страна с самым большим количеством издаваемых книг, журналов на планете Земля, вообще, я должен сказать. То есть, у нас теперь база для строительства нового общества, она совсем другая, чем была в 1917 году. первое, второе. Да, но это все утрачивается сейчас, да? Ведь, понимаете, меня не надо слушать, вы же сами знаете, образование у нас сейчас идет вверх или вниз. Ну, я думаю, это без меня всем понятно. это понятно. Значит, индустриальный потенциал советский у нас наращивается или падает, но тоже, я думаю, всем ясно. Поэтому у нас с вами мало времени, вот что я хочу сказать. Мы с вами, как алкоголики, сейчас можем все пропить и опуститься вообще совсем на другой уровень развития. И тогда будет ужас. Ну, предположим, зачем ППУАСу атомная бомба, правильно? Ну, она ему просто не нужна. Зачем развивать? Социализм позволяет концентрировать усилия общества на каких-то базовых вещах, в то же время, оставляя, почему он новый, полный простор частной инициативы. Я почему это говорю? Потому что воспитание нового человека тогда, в то время, проходило в форсированных условиях. Сталин сказал в 30-м году, то, что другие страны прошли за 200 лет, нам надо пройти за 10 или нас сомнут. В 30-м году сказал. Вы понимаете, насколько человек, в отличие от нынешних политиканов, вообще смотрел будущее. Если бы мы не прошли этот путь страшный, тяжелый, пота и крови в 30-е годы, мы бы с вами здесь не сидели, потому что немцы хотели затопить Москву, в середине поставить остров и на ней памятник победе германского оружия. Понимаете? И спасли нас с вами только бешеные темпы нашей с вами индустриализации, которые позволили нам создать уже тогда лучшие танки, лучшие самолеты. Мы же их не только, знаете, как кровью перебили, мы их оружием, и мы их передумали. То есть, если бы у нас не было социализма, мы бы всего этого сделать, вот, конечно, не смогли. Вот я, как говорят в таких случаях, не сочтите за невежливость, но вы сейчас агитируете за советскую власть. Между тем, я задал предельно простой вопрос, на который вы, как блестящий дипломат, уходите от ответа на вопрос. Ваш социализм, который вы пропагандируете, каким образом учтет ошибки того социализма? У нас сейчас нет столь враждебного окружения. Благодаря Иосифу, офисовичу Сталину и нашим с вами дедам, у нас есть ядерное оружие. Гитлера не будет, значит, да? То есть, мы с вами можем концентрировать больше усилий на развитии экономики в более свободных условиях, вот что я могу сказать, да? Ведь, почему, например, Сталин в 29-м году сделал коллективизацию, да? Вот у Бухарина был другой лозунг, как у вас, да? А не надо ничего делать, вот пусть как бы все идет, вот само собой. У него был другой лозунг, у него был обогащатес, но... Обогащатес, да, ну вот постепенно люди там накопят, что-то там и прочее. Пришлось экспроприировать деревню, да? Взять у ней все, буквально, да? Чтобы на эти деньги создать промышленность. Сейчас всего этого делать не надо. Сейчас можно совмещать государственный сектор развития экономики с частной инициативой для мелких и средних предпринимателей. То есть, смысл должен быть какой? Где государство эффективнее, да? Должно быть государство. Железные дороги, сфера ЖКХ, то есть, общежизненная система обеспечения государства, электроэнергия. Ну, смотрите, вы же не будете из города в город проводить пять частных железных дорог, правильно? Ну, в этом нет тупого смысла просто. Это расходование ресурсов общества. С другой стороны, там, где государство слишком громоздко, вот где отсутствует у него гибкость, сфера обслуживания, питание, сельское хозяйство, пожалуйста, мелкая промышленность, полный вперед. Наоборот, любое материальное производство должно поощряться, как это, кстати, было при НЭПе в советское время, или вот при советской власти. Вот, вы сейчас твердите про рыночную экономику. Советская власть людям давала землю бесплатно, шесть соток, помните, да? А тем, кто жил в сельской местности, как я, десять, ноль расчетов с государством, понимаете, никаких бумажек там, никакого кадастрового налога, вообще ни хрена. Пожалуйста, занимайтесь. После чего? Все, что вы выросли, везите на рынок и продавайте. Я сам это делал. Ноль вообще эмоций, никаких бумаг, ничего, абсолютно. Понимаю? А сейчас президенту звонят с костромы, люди говорят, у нас шесть коров, весьмин президент, мы молоко не можем продать, ну, помогите нам палатку поставить, нас зажимают. Ну, и где было больше тогда рынка-то, объясните мне. Поэтому, сейчас мы можем создать государственную экономику, которая, кстати, я должен сказать, у нас с вами есть. То есть, мы можем осуществить переход к новому социализму за месяц. Вот у нас есть государственный Газпром, да? Наше национальное достояние. Правильно ли, что у нас единая газовая компания? Да. Потому что, опять, как многоквартирный дом будет обслуживать пять газовых компаний, я вот, например, вообще не представляю, что к трубе там пять этих труб, что ли, будут идти к плите. Но, беда-то в чем? Что государственные предприятия у нас сейчас работают не на обеспечение газом, а на максимизацию прибыли с населения, понимаете, которые потом уходят к кучке акционеров или за границу. Если будет народное правительство, то что можно сделать? Да ничего, понимаете, просто прибыль Газпрома направлять, на то, что она должна быть. Раз это национальное достояние, на модернизацию газовой системы, на государственные бюджеты, даже менять ничего не надо, я вам должен сказать. Вообще, юридически я имею в виду. Или, предположим, у нас есть российские железные дороги. Это же государственная компания, то есть, ваша. Понимаете, вы ей владеете. Но в реальности она опять не на то, чтобы вас перевозить из пункта А в пункт Б, а чтобы слупить с вас как можно больше денег за это. Поэтому, помните, Путин говорил, а где электрички, а что их вот там сокращают? А ему тупо говорят, а они нерентабельны. В результате, в роддом женщина доехать не может, потому что, ну, а что ее возить? Во всех странах Европы, я вам должен сказать, железные дороги нерентабельны. Во всех. Абсолютно. Но государство держит низкими цены на билеты, путем, значит, датирования, это с госбюджета. Потому что дорога для того, чтобы люди имели свободу передвижения, чтобы каждый человек мог куда-то попасть. А это особенно у нас важно, да? Где иногда, кроме железной дороги, ну, других просто способов нет. Вот возьмите опять тот вот Совковый, как вы говорите там, социализм и прочее. Опять, я из деревни, из Рязанской области, в Рязань летал на самолете. На самолете! То есть, в деревне был аэродром, куда регулярно приземлялся кукурузник, где продавались билеты. Три рубля. Нет, у нас было меньше, я не знаю, ну, не суть. Короче, бабушка с какой-нибудь козой летала там, в Рязанскую область, там, ее продавать. Да у нас сейчас люди, например, чтобы из областного центра в другой попасть, через Москву летают. Опять, почему? Вам говорят, а это не рентабельно. Все аэропорты закрыты, но они ведь существовали не для рентабельности в то время, а чтобы вы действительно могли свободно передвигаться. В Европе сейчас так оно и есть. Почему мы-то это все ликвидировали? Вы прекрасно диагностируете, как любой человек, с левыми взглядами пороки капиталистической системы. Но все-таки вспоминается следующее, когда... Так человек может быть лучше или нет? Вам вопрос. Думаю, это вопрос очень дискутабельный. Не надо мне финтить. Кто из нас дипломат? Нет, нет, нет. Может или нет? Мы почти одинаково профили. Давайте так. Кто считает, что человек может стать лучше, поднимаем руку. Нет, вы зря смеетесь, Маша не пляшет. Моя пляшет, потому что на моей стороне, к сожалению, 23 августа 91-го года, когда... А, я другой могу вспомнить. 6 января 92-го года, когда люди, которые... Три округа... Господа, извините, Богороди, у нас нет судебных приставов, но, господин депутат, мы просим вас, еще раз вам предложили, если вы потом сумеете завоять внимание, мы вас посадим. Подождите, пожалуйста. Просто немножко динамично, тягомотно. Тягомотно? Великомен. Да. Да. Вот именно. Извините, пожалуйста. Значит, большое количество... Ну, он нам потом покажет, как надо не тягомотно. Ну, разумеется, это само собой. Подождите, пожалуйста. Так, господа, пожалуйста, не вступаем в спор между собой. Ну, нет, у меня может быть предложение в поддержку, товарищ, давайте так к вопросам переходить. Действительно. Хорошо. Да, секундочку. Секунду, секунду. Нет, а мне первому, я последнее место, букву Фавити, слышали об этом? Секундочку, стоп, секунду, вот такие вещи у нас пресекаются быстро и немедленно. Ну, наоборот, это интересно оживляет. Нет, мы не вас, но вы здесь не один просто, да? Здесь еще вот люди. 150 человек. Секундочку. Итак, да, господа, это все будет вырезано, поэтому безобразные сцены в коммуналке вырезаются. Вот. Да, это демократия, вот такая демократия. Больше социализма, больше демократии. Так, вот это называется как лосрач по-русски. Так. Я против таких терминов, правда. Нет, но, к сожалению, он очень точный. Но депутат он, да, он лучше. Господа, итак, значит, убираем воспоминания, речь вот о чем идет, о том, что, к сожалению, тот замечательный образ жизни, который мы помним, радостный, замечательный, не вышли. Он плохой вроде, нет? Нет, нет, прекрасный, все хорошо, но не вышли. Вы знаете, сколько людей вышли на Манежную площадь 25 декабря, когда спускался знамя, то красное знамя? Да никто. Я был там. Там вышел Травкин, по-моему, где-то отсвечивал Жириновский, и человек 150 были. Вот и все, вот и все, вот и все, вот чем закончился в реале социализм. И с какой радостью нам известная телекомпания CNN выдавала заставку The Fall of Empire, падение империи? Что скажете? Ну, скажу, что, видите, история развивается по спирали. Бывают периоды кризисов, и нам с вами не повезло, что мы попали вот в центр него. Почему? Как избежать? С вашей помощью. Нового социализма. Нет, полной гарантии я вам дать не могу. Еще раз, если люди не начнут воспитывать себя сами, да, ну, или как, знаете, вот еще, извиняюсь, банальное за речение, но оно известно, моя свобода кончается там, где начинается свобода другого, да, то есть, если мне на всех плевать, то, конечно, ничего не будет, да, потому что они все будут плевать на меня, и общество будет атомизировано. Да, мы должны, ну, сейчас, знаете, вот что еще хорошо? Вот вы говорили, вы жили в том строе, мы и в том, и в этом пожили, правда? Есть с чем сравнить. Тогда ведь многих людей обманули, чем? Я это помню прекрасно. Когда Горбачев и Ельцин говорили, мы построим рыночный социализм, помните, да? То есть, они говорили, все социальные завоевания социализма, они останутся, вы не волнуйтесь, плюс еще будет рынок, магазин наполнится, а все вот останется, не будет безработицы, бесплатное образование. Но вот, если еще кто-то в эту дурь верил, то я дам ей, что пенсионная реформа, она должна была мозги вправить, правильно, да? Ведь капитализм и принцип такой, мы вам ничего не должны, то есть, вы должны на нас работать и быть радостными, что мы вам создаем рабочие места. Все остальное, дети, детские сады, там, школы, это все ваше дело, не наше. Идите вы к чертям, мы о вас не заботимся, и вы о нас не заботитесь. Поэтому сейчас, еще раз говорю, для мощного рывка нашей страны, и рывка не только промышленного, а главное, благосостояния людей, не хватает только одного, что все, что у нас есть, поставить на службу людям, сохраняя частную инициативу, я это называю трудовой частной собственностью, это может быть научно, не совсем верно, я это называю для простоты. То есть, вот видите, тогда, когда я в советское время там что-то продавал на рынке, милиция спрашивала, у меня только один документ, что у меня участок есть, значит, я свое продаю, пожалуйста, все, мочили перекупщиков только, да, в СССР была статья за спекуляцию, да, вот здесь купил, там продал, а что это так плохо, почему один наживается на другом, ну, если вы сами что-то производите, так я говорю, вас еще и поощрять надо, я считаю, налоговые каникулы, пятилетия для материального производства, и все остальное прочее, все это должно быть, потому что тогда и вы богатеете, да, и общество тоже богатеет, потому что вы даете ему новые материальные блага, которых без вас не было, что в этой модели плохого, я, например, вообще не понимаю, сейчас у нас кто богатеет, но вам что надо объяснять это, нет, те, кто занимается валютными спекуляциями, предположим, распилом и откатом государственного бюджета, вот от них какой прок, всем, кроме них самих, да никакого, по-моему, ну, что ж, мы получили тот ответ, который... Тягомотину надо заканчивать, блин, а то... Это не Тягомотина, это вас... Депутат вынесет нам вотум недоверие, понимаете? Ну, я не хочу троллить депутата, но кто-то другой вынес ему вотум недоверие, поскольку, какой сейчас созыв? Уже, думаю, восьмой, девятый, правда? Подполики трамвай на повороте. Пошли парламентские выражения. Браво! Два нота. Так, да, ну, слава богу. Так, итак, смотрим. С Камчатки нет, но вот первый явно поднял трубку. Итак, представляемся и задаем вопрос кратко. Здравствуйте, Феликс. Я вам дней за пять... Железный Феликс. Почти. Я дней за пять вот писал вам в ВКонтакте, ну, у вас, наверное, времени не было, естественно, да. Вот дней за пять до Путина и Абе, я написал вам, что вам не кажется, что это просто на пустом месте они вот это начинают делать, а острова все равно не отдадут. Просто это затеяла наша власть для того, чтобы рейтинг свой немножко поднять. То есть они его сначала опустили, чтобы... опустили, а потом сказали, да, мы все-таки не отдали острова. А можно задать вопрос именно как дипломату? Я эту феньку слышал много раз. Извините, пожалуйста, Николай Николаевич, как дипломат, именно как опытному, потому что мы... Верить, не верить, это в церковь. Я сейчас... Да, вот это. А с точки зрения дипломата, там есть какой-то логический смысл и вполне себе патриотический? Я, во-первых, должен поблагодарить всех тех, кто в январе месяца этого года выходил на митинги, пикеты, те, кто поднял бучу в социальных сетях, я это должен сказать, да, потому что... Ну что вы говорите? Факты. Ноябрь прошлого года. Путин. Надо ускорить подписание мирного договора с Японией. Было это? Но было или нет? Нет, я вас спрашиваю. Дальше. Песков. Ноябрь прошлого года. Мы будем вести переговоры с Японией на базе декларации 56-го года. Что в этой декларации написано? Передача двух островов. Так это сказал спикер президента, это не я сказал, и не вы. Я что должен? Спокойно на это смотреть. Дальше. Январь. Премьер-министр Японии Абе говорит, ну ладно, там русских пока с этих передаваемых островов так и быть, может не будем выселять, может выселим. Вы что думаете, он балды, что ли, все это говорит? Вы слышали от него это год назад, два? И то, что мы здесь сполошились, показало, что мы были абсолютно верны. Вот помните, что Путин сказал на встрече с Абе? Меня это просто, вот для меня был бальзам на сердце, я понял, что страна у нас не умерла, и что у нас не все животные. Потому что животные у нас тоже есть. Они говорят, а что нам эти острова? Я в Подмосковье живу, и наплевать. Ну, всего 14%, согласен. Да, а можно, дайте Японии отдадим, если они бабок заплатят. Вот это животные, понимаете? Другие говорят, острова полят на нашей крови, там деды наши умирали, там живут наши люди. Если мы все вместе, общество, да, то мы их не сдадим. Вот это вот социализм. Что сказал Путин, помните, да? Любое решение по вопросу Курил должно учитывать мнение общественности. Значит, мы победили, потому что до этого он этого вообще ни разу не говорил. Маленький вопрос. Какая-то логика там есть или нет, которую мы не видим, дипломат. Вопрос к дипломату профессиональному системы МИДа. Извините, вопрос к животным опять. Нет, нет, дипломату. Нет. Когда Пескова спросили, тоже вполне логично, зачем с Японией заключать мирный договор? Спустя там 70 лет после окончания войны. Как дипломат могу сказать, с Германией его вообще нет. Вы страдаете сильно, нет? Я, по-моему, тоже. Мало того, с Японии он подписан в 1951 году самой Японии. И в статье 2, город Сан-Франциско, она отказалась от всех прав на Курильские острова. Возникает вопрос, что надо-то еще? Вам ответил на это тот же Песков. Его спросили, зачем мирный договор? Чего горит? Инвестиции, говорит, пойдут. Совместные экономические проекты. Бабло побеждает зло, понимаете? Вот вам, пожалуйста, логика. Вот, я и требовал этого простого четкого ответа. Руки. Климен Алексей, общественная организация Части Родина. Ну, мне хотелось бы задать вам вопрос по недавнему инциденту столкновения кораблей России и Украины в Черном море. Налицо, значит, нарушение свободы морской навигации. Как вы думаете, заказчиком и бенефициаром этого нарушения может ли являться Китай, который продолжит этот процесс нарушения, особенно в районе островов Спратли, где проходят грузы на 5 триллионов долларов в год? И второй короткий вопрос. Два месяца назад был денонсирован договор о дружбе между Украиной и Россией, но это означает, денонсация от аннулирования отличается очень сильно. Это означает, что старый договор действует до 17 апреля. Как вы думаете, 18 апреля 2019 года в Азовское море зайдут корабли других государств? Спасибо. Без комментариев. Продолжаем. Я охренел вообще, честно говоря. Нет. До вашего вопроса, я думал, что за инцидентом стоит берег слоновой кости, если честно. Но теперь вы меня просветили. Китай, оказывается, да? Это мне помню. Да, да. Один студент говорит. Я говорю, кто стоит за убийством президента Египта Садатов в 1981 году? Он говорит, Аргентина. Я говорю, почему? Он говорит, а вы опровергните. Второй вопрос. За размышления, да. У меня особая была позиция по этому инциденту. Ну, так как я проект Кремля, она для проекта Кремля нетипичная. Я, кстати, его высказал по телевизору, поэтому я считаю, не надо было задерживать украинские корабли, тем более не надо было применять оружие. Потому что, видите, я... Мы не применяли. Серьезно. Пару выстрелов, он не в счет. Понимаете, я... Нет, я все-таки стою за правду. Да, вот смотрите. Если у нас есть какие-то договоры с украинцами, и мы их соблюдаем, мы, как великая держава, должны их соблюдать. Либо, если мы честные люди, да, мы их должны сначала динансировать и аннулировать. Кстати, это одно и то же. Ну, ладно, я вам сейчас объясню разницу. Вы путаете несколько, по-моему. И после этого, да, ничего не соблюдать. Вот в чем смысл? Украинские корабли, военные и гражданские, плевать. В данном случае два военных шли из порта Одесса. К сожалению, это пока Украина. Хотя помню песню такую Клавдии Шульженко. Нас еще Одесса встретит, как хозяев. Вот это будет, да. То есть они шли вдоль Крыма, через Керченский пролив. Опять же, к сожалению, пока украинский порт Мариуполь или Бердянский, я сейчас не помню. Но не судя. Бердянск. Вопрос. Значит, пока они шли по Черному морю, это все регулировалось Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, к которой мы и украинцы присоединились. По этой конвенции любое судно, военное, гражданское, может спокойно проходить через территориальные воды других стран. Подчеркиваю, не через международные, а через территориальные. Территориальные воды, это 12 морских миль от берега, то есть 22 километра примерно. Но украинцы даже утверждают, что они шли там за пределами 14 миль. Но даже если бы они шли в пределах, они имеют на это право. Это свободный проход называется. Статья, по-моему, 19. Это и мы тоже имеем право. Мы имеем право проходить через территориальные воды любой страны. Но проходить, это означает, нельзя останавливаться немотивированно. Ну, я понимаю, если у вас там ремонт или что-то. Значит, дальше. Керченский пролив и Азовское море, там совсем другой статус, чем у Черного. Это море совместного пользования Россия и Украина по договору 2004 года. Означает, что ни одна из двух стран, ни Россия, ни Украина, ни у кого не спрашивают друг у друга разрешения на проход любых судов через Керченский пролив и Азовское море. Не мы у них, не они у нас. Остальные страны спрашивают. То есть, там нет 12-мильной морской зоны. Понимаете, это общее море. Наш их. Ну, потому что в советское время, как вы понимаете, оно было внутреннее. Поэтому имели ли право украинцы пройти свободно через Керченский пролив? Да. Должны ли спрашивать у нас разрешение? Нет. И то же самое мы, я еще раз хочу подчеркнуть. Если мы там проходим через Керченский пролив и по Азовскому морю, мы тоже Украину не должны спрашивать разрешение. Значит, эти корабли подходят к Керченскому проливу. Потом какой-то идиот, у меня вот другого слова нет, да? Поставил наш, поперек этого пролива под мостом корабль, загородив проход. Вот у меня вопрос, нахрена это было сделано? Это что, опасались двух вот этих украинских катеров, что ли, я не могу понять? А есть они брандеры? Вы понимаете, если они брандеры, то с ними надо бороться. Ну, вот могу сказать, что вы, например, выглядите как наркодилер, это значит, вас что, мочить надо сразу, что ли, или что? Ну, так же понимаете, я считаю, что этот, вот тот, вот это все несерьезный разговор, понимаете? Дальше. Потом сразу корабль убрали. Украинцы остановились, не стали идти туда, потому что мы им запретили, хотя не имели права этого делать. Они утверждают, что там какой-то способ, какие-то правила прохода под мостом и именно в этом месте. Смотрите, здесь мост ни при чем, опять, вы играете на их пропаганду украинскую как раз, которые говорят, что это все из-за моста. Нет. Значит, они остановились. А как они утверждают, даже в международных водах, но это не суть. И пошли обратно. Мы их догнали. Они шли обратно в Одессу, да? Остановили, отконвоировали в наши порты, применив оружие. На хрена у меня возникает вопрос. Но даже если бы, понимаете, мы им запретили проход через Кешинский пролив, что для меня вообще непонятно, как мы это могли сделать. Но они развернулись, послушав наше распоряжение, пошли обратно. У меня такое впечатление, что здесь все запущено. Это, видимо, было воскресенье. Товарищи из погранслужбы, наверное, до кого-то дозванивались. Там кто-то, наверное, был в несознанке. Потом сказали, вы что, блин, ловите их быстрее там, понимаете? Вот, к сожалению, по-моему, как все было. Потому что, ну, причин, ну, развернулись и ушли. Я почему? Я не потому, что мы их боимся. Они же теперь используют это против нас, понимаете? Они сдолбят этим постоянно на пустом месте, что вот моряки там бедные томятся в тюрьме и прочее. На пустом месте создали им, Порошенко, лишний рейтинг, понимая, чтобы этот кровавый палач там мог лучше выиграть выборы. Зачем? Какой в этом смысл? Они подняли вот этот хай, который уже затих. Про них все забыли, про украинцев. Они всем надоели между нами, говоря. Тут, пожалуйста. Теперь, что касается денонсации договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной, который был заключен в 99-м году. Украина в соответствии с этим договором направила нам ноту официально о том, что он прекратит действия с апреля, по-моему, этого года. Потому что, да, потому что это нормально. Это как бы любая страна может выйти из любого договора предварительно за полгода, уведомив о своем намерении, да, чтобы другая страна могла подготовиться. Имеют они такое право? Да? Можем ли мы выйти так же? Да? А какая связь у вас между этим договором, пустым абсолютно, да, там, о дружбе и сотрудничестве, с договором об Азовском море, который вообще отдельный и заключен в 2003 году, я не понимаю. Следующие вопросы. Тут очень много вопросов. Нет, вот сейчас это. Николай Николаевич, условия не дают. Ну, я здесь не хозяин. Ну, ему не даст, ему нужно судить. Да, обязательно, обязательно, да. Во-первых, не обиделся, а, во-вторых, обязательно, да. У меня вопрос немного будет долгий, но я… Александр, Александр меня зовут. Да, ну, надеюсь, я уложусь. Да. Я думаю, что… Никакой свободы нет вообще. Я думаю, что шутить насчет того, что ставленник Путина, не ставленник Путина – это самый эффективный способ, ну, манкировать с этого вопроса. Вот, хотел бы я начать с того, что… А вам справку предъявить, что я не ставленник Путина? Нет, сейчас я продолжу. Хотел бы я начать с того, что выборы, которые были год назад, примерно в то время вы появились на небосклоне… Это ложь, это ложь. Нет, я смотрел YouTube, первое видео, в котором вы упоминаетесь, это было год назад. Вот, за это время было создано два канала, только с вашим именем там. Ну, там было ваше имя. Я уже не знаю. Я просто по-второй не знаю, да. Ну, это так, вот, как я говорю. У меня один пока, да. Ну, да. И создано было в июне прошлого года, так что про выборы не говорите. Ну, видео первое, которое было год назад. Видео первое появилось на моем YouTube-канале 22 июня 2018 года. Хорошо, ну, сейчас я договорю. Ну, не об этом. В общем, предвыборной кампании мочили Грудинина как социалиста, который был против Путина просто как «мама не горюй», то есть это были доверенное лицо Шевченко, его мочили лайками, лайки накручивались против на его канале, по телевизору ему не давали выступать, выводили теток. Нет, нет, ну, давайте, нет, нет, секундочку. Нет, нет, секундочку. Ну, дайте задать вопрос, дайте задать. Я прошу прощения, уважаемый гость, уважаемый гость. Значит, сейчас будет длинный рассказ про то, про изучение творчества господина Платошкина. Мы рады за это. Вопрос, смысл будет понятен, обязательно дам, но вопрос. Почему власть мочила Грудинина, но вас она пиарит? Все, вопрос понятен. Отличный вопрос. Ну, почему власть мочила Грудинина, это вопрос к власти, я должен сказать, что я уже говорил, вы просто не ходите на все мои мероприятия, я уже говорил, что во время предвыборной кампании, в отличие от того, что вы здесь, извините, несете, я Грудинину предложил бесплатную помощь. Ответ – отказ. Устраивает вас это, нет? Дальше. Меня там типа пиарят, то, что вы плетете. 18 марта было три эфира на федеральных каналах по поводу, значит, подведения итогов выборов. Меня на все три пригласили, спросив предварительно, какое мое мнение. Я его сказал, после чего я со всех трех эфиров вылетел. Устраивает ответ. Потом, понимаете, что такое пиарят? Вы вообще полегче со словами. Вы вот объясните мне эту ситуацию. Мне, знаете, многие тут деятели из нашей оппозиции говорят, я вот такой выдающийся фрейрок, а меня на телевидении не зовут. А этого негодяя зовут, значит, его пиарят. А вам такая мысль вообще не приходила, что, может быть, зовут интересного человека, нет? Нет, да? Грандиозно, грандиозно, грандиозно. Вот это вот замечательная вещь. Вот пусть придет. Вот замечательная вещь. Вот две вещи. Камера где работающая? Здесь, да? Как происходит вызов политкафе? Вызов политкафе происходит следующим образом. Мы видим, что миллион просмотров. Огромное количество просьб, которые просто оставляют... Это Кремль все делает, на самом деле. К сожалению, нет. Нет, нет. Ну, как называется. Мы, естественно, звоним. Это было в среду. По-моему, здесь небольшой редсовет политкафе говорит, надо звать. Мы говорим, надо звать. А с Кремлем согласовано? Нет. Секундочку. Вот сейчас у нас, поверьте на... Я что, пришел-то тогда, не могу. Вы с Кремлем не согласовали, что ли? Абсолютно. Вы не поверите, но есть. Есть. Но не согласовано. Если надо, дозвонимся. Безобразие. А теперь самое ужасное. Вот то, что вы сейчас услышите, это не рояль в кустах. Я не знаю молодого человека, он сам представится. Но он мой коллега, как выясняется, с НТВ. Или был. Ну, сами расскажете. Только кратко. Это тоже кремлевский проект. Ну, сто процентов. Николай Николаевич, да, меня зовут Тимофей. Я бывший редактор программы «И время покажет, и место встречи». Вот место встречи на НТВ. Николай Николаевич появился на телевидении при мне. То есть первый человек, моя коллега Даша, редактор, приглашала Николая Николаевича. Сама его нашла на просторах. Ей не подсказывал никакой кремль. Просто дело в том, что когда я просто помню первую программу, когда Николай Николаевич пришел в эфир к Норкину и тогда еще Белова вела, столько еще, ни один эксперт при мне не говорил. То есть там сидит модератор и подает микрофон. Человек говорил, ну, примерно, там, минуты четыре. Такого не было никогда. Там все, ну, просто очень заслушались. Да, потому что это интересный человек. Вот и все. Вот и все. Если вы не работали или не знаете, или у вас какие-то догадки, вы держите их при себе, делитесь с друзьями на кухне и так далее. И последнее, чтобы... И последнее, как телевизионщик меня поддержит. Николай Николаевич есть маленький талант, молодой человек. Большой, большой. Маленький. Он говорит тем, что почему его страшно любят телевизионщики, в том числе редактора Богосяма. Он говорит синхронами, это называется. Есть такой профессиональный термин. То есть мысль он укладывает в короткую форму 30 секунд. Это идеально для сюжетов. Его легко... Но не всем депутатам нравится. Резать. Вот сейчас депутат получит, через пару секунд получит. В смысле микрофон. Получит. Но после, внимание, двух вопросов от нашего коллеги про Украину, про Украину, если я правильно понимаю. Там вот еще тоже. Добрый день. Меня зовут Александр. Можно назвать меня украинским армянским агентом. А вы еще и проект, то есть Порошенко, да? Нет, значительно хуже. Значительно хуже. Вопрос у меня первый. Сперва про Украину. Значит, первый вопрос. Откуда берут тех экспертов, якобы, которые вместе с вами участвуют? В частности, по Украине. Ну, это Тимофею скорее. Я просто их не приглашаю. Я не знаю, откуда они. И второй. Почему? Потому что, слушая их, у меня такое ощущение, что они, извините за простое слово, ни рылом, ни ухом. И второй вопрос. Как вы считаете, будет разделение Украины? Ну, на первый вопрос... Давайте сразу со второго вопроса. Мы потом поясним, как это делается. Это технический вопрос. Нет, я за то, чтобы Украина и Россия и многие другие страны были в едином государстве, как это и было. Нет, вопрос другой, чтобы она разделилась. Естественно, при полном соблюдении свободы воли изъявления граждан. Последнее, что я на этот счет знаю, это 17 марта 1991 года, когда народу СССР на референдуме позволили высказаться на простой вопрос. Вы за сохранение Советского Союза или нет? 77% ответили, что за, над этой волей надругались. И я считаю зря. А что касается, кого приглашать, понимаете, к сожалению, многие меня спрашивают. Ну, типа, там, зачем вы их зовете? Другие говорят, да дай ты ему в глаз, козлу-то, вообще. Ну, сколько можно-то? Я должен сказать, что я, в отличие от того, что товарищ тут грузит про всякие проекты, я гость. Ну, то есть, меня приглашают, говорят, никогда не качать, приходите, завтра будет тема, я не знаю, там, ну, вот такая, да. На какие-то темы я не хожу, на какие-то хожу, потому что, в отличие от многих экспертов, я не люблю ходить туда, ну, где я, может быть, там, не очень хорошо разбираюсь, там, в этих вопросах. Ну, а чем людям пудрить мозги? А почему приглашать других людей, кроме меня, там, с Украины? Я думаю, может, Тимофей, там, я не знаю, как более грамотный специалист, приглашавший, ответит. Тимофей. Нет, ну, Тимофей потом обязательно расскажет. Ну, буквально кратко, объясните схему приглашения. Ну, очень простая схема приглашения. На самом деле, очень много обвиняют в необъективности, что вот нет двух сторон, вот вторая сторона. Ну, да, они реальны с Украины, то есть, интересно послушать, чем у них оснащена их голова. Вот и все. Нет, с Украины, они приезжают с Украины, из Киева. Прошу прощения, вот, понимаете, что дело... Нет, секунду, мы... Да, да. Как называется... Прошу прощения, зачем вы говорите? Включите. Слава Богу, извините, Богу ради, чтобы не тратить время нашего гостя, редакторы по гостям, шеф-редакторы, смотрят, отслеживают украинские каналы в онлайн-режиме. Маломальски все неглупые люди приезжают сюда. Кроме тех, кто отказывается внимания прижать. Послушайте внимательно. Некоторые люди боятся или отказываются. Мои собственные редакторы, продюсеры, трижды были постаны в длительное эротическое путешествие из трех букв. Причем, да, причем на электричке. Потому что они не хотели. Сейчас уже захотели, но они всех уже приглашают. Кстати, добавлю, мне вот говорил один ведущий, ну не буду его просто называть, что обзванивают сотни людей. Вот реально, он говорит, обзваниваем сотни людей на Украине, действительно, большинство боится просто выступать и ехать. Ну, они могут пострадать, реально. Причем, это по-разному. Некоторые могут получить глаз, а другие не получить контракт. Просто элементарно. А кого-то убить могут, да. Ну, и такое не исключено. Я передаю... Вот последний вопрос и передайте. Почему? Нет, последний, потом передаю. Борис Кирилл, инженер-конструктор. Вопрос у меня один. Очень много мы посвящаем времени Украине, и совершенно тихо для нас проходит Армения. Ну, насколько я понимаю, вы специалисты. Вот как вы относитесь к Николе Пашиняну, это раз, о его преобразованиях в стране. Ну, про Мадурова вы уже говорили, то есть там про ситуацию. Вот хотелось бы сравнить... Я правда не говорил, да. Ну, ладно. Ну, я тоже... Вы недавно читали, что там далеко армяне как-то разочаровываются в этом, товарищ. Вы знаете, я по поводу Армении говорил-то все с апреля месяца. Ну, я не знаю, если вы поднимете мои там социальные сети и все остальное, по-моему, позиция моя ясна. Я был на стороне армянского народа в тот момент, потому что Армению я относительно знаю. Знаю, что там был до этого, на мой взгляд, абсолютно коррумпированный режим, прикрывавшийся дружбой с Россией. Который говорил примерно так. Кто против нас, тот против Москвы. Что было на самом деле абсолютно неверно. И, конечно, у многих армян складывалось, к сожалению, такое впечатление, что мы поддерживаем каких-то, так сказать, ну, малоприятных персонажей. То, что Пашинян возглавил народные протесты в Армении, ну, это просто потому, что все остальные побоялись. Вот и все. Там оппозиция была, но они не вышли на улицу. Этот вышел. Но если бы вышел еще кто-нибудь, там, не знаю, вместо Пашиняна, Сидоров, там, Петров или так далее. Протесты против прежнего режима, они были несколько раз, да? Их подавляли. И последнее, что переполнило чашу народа, там ведь было какое? Президент Саркисян, ну, или Сарксян, как он себя называет, заявил, что мы меняем конституцию, теперь власть переходит от президента к премьеру, но я премьером быть не буду, я вам обещаю. И нарушил это обещание. Конституцию поменяли, он стал премьером, после чего люди вышли на улицу, просто его свергли и все. Вот. Что касается нашей позиции, на мой взгляд, она почему неправильная? У нас частенько, и на Украине, и в Армении, делают ставку на людей, потише, которые занимаются бизнесом. Знаете, считай, да мы их купим, там, вот Янукович, там, и вся, да, ну, что там, зачем нам там принципы какие-то, дадим бабок или устроим бизнес в России, все будет нормально. Противником Пашиняна в тот период был человек из правящей партии, работавший в Газпроме раньше, и наши местные товарищи возбудились, как это, что, я виду, Пашинян, там, журналист с улицы, там, убирает чувачка, который работал в Газпроме, да вы что, с ума сошли, что ли? Вот результат, да, что наша линия была неправильная сначала, потом, правда, кстати, она быстро поменялась, начали говорить, что Пашинян шпион, что он там американский агент, что там тоже Майдан, что это все там американцы организовали, и все остальное прочее. Я еще тогда сказал, Россия должна проводить активную внешнюю политику не просто по поддержанию каких-то людей, которых, ну, ненавидит собственное население, только из-за того, что этот человек работал там в Газпроме, я не знаю, там, в РАО ЕС, там, еще он где-то там трудился в свое время. Мы должны поддерживать и смену режима, как американцы. Если она отвечает воле народа, и самое главное, конечно, тоже нашим национальным интересам. Ну, вот Пашиняну власти, грубо говоря, там, ну, в разных ипостасях, там, с мая прошлого года, говорят, да он в НАТО вступит, да он там из организации договора коллективной безопасности выйдет, да он то, сё, там, пятое десятое. И что? Я вам, знаете, что могу сказать? Когда украинцы и американцы в очередной раз внесли резолюцию в Генеральную Ассамблею ООН, это было недавно, с осуждением российской агрессии против Крыма, нас поддержало 15 стран всего. Не Казахстан, не Киргизия, люди, не Азербайджан, то есть миллионы людей, которых работают здесь. Кто из стран СНГ нас поддержал? Две страны всего, назовите мне их. Белоруссия и Армения. И поэтому свистов было с нашей стороны, понимаете, подчеркиваю, что это вот тот такой-сякой. Любую страну надо судить по её делам, понимаете. Армения пока, ну, поправьте меня, если я не прав, не дала нам ни малейшего повода усомниться в союзнической верности. А у нас с этой страной с 97-го года договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На территории Армении расположена наша военная база. Границу между Арменией и Турцией охраняют погранвойска ФСБ России. Вы слышали хоть раз о каких-то, я не знаю, недружественных актах армянского населения против российских военнослужащих. Такое было? Что изменилось с мая этого года с приходом Пашиняна? Николай Николаевич, Было, этого солдата осудили. Его там давили, издевались над ним. Он расстрелял там несколько армян, непонятно. Товарищи, у нас не студия, пусть говорят. Нет. У нас как бы тут не будет дискуссии. Я хочу... Я к вам подойду, я подойду, и вы спросите, что вы хотите. Потому что распространяется клевета, которая может... Вы видите, к сожалению, нас смотрят. Плевать там на мое мнение и прочее. У нас, возможно, посмотрят сотни тысяч людей. Да, был случай, когда солдат с нашей базы, кстати, которого отчислить хотели из армии еще в Новосибирске, и почему-то перевели туда. Он говорит, да и каких-то армян убил. Да вы что несете вообще? Он пришел в семью, разбудил ее, попросил воды и расстрелял их всех. Вы понимаете, что в другой стране бы с ним произошло? Его охраняли от того, чтобы его не растерзали, и потом выдали нам. Понимаете? Чтобы мы там с ним что-то сделали. И вы их в чем-то упрекаете после этого? Это солдат сидит в Армении, отбывая срок. Правильно, да. А где он должен сидеть? У нас. Он кого? Он кого убил? В Российской Федерации. Кого убил? Вот такие у нас депутаты, да. Подумаешь, убил там несколько человек. Ну что так? Товарищи, пожалуйста, все замолчите. У нас не будет дискуссий, как у... Вот из-за таких, как вы у нас отношения не будем орать. Я вас очень прошу. Все. Видите, товарищ депутат, значит, красная карточка, пока желтая, красная карточка будет показана быстро. Извините. Нет, это не будет вырежено, просто все посмотрят, какие есть. Ну, у нас тут переход хода, у нас был злой полицейский. Я буду добрый милиционер. Попробую. Так, я вас очень, то есть, вот вы обещали дать слово, мы вам даем. Я вас, правда, прошу, не вступай в дискуссию. Вот есть вопрос, задайте вопрос именно. У нас вот формат такой. Спасибо. Во-первых, благодарю, что пригласили и есть уникальная возможность задать вопрос. Коротко. Кто вы по национальности, раз, служили... Русский. Отлично. Служили ли в вооруженных силах? Нет. В силах? Плохо. Третье. Где вы были, когда передавали части акватории Берингово моря, Баренцево, двух с половиной островов китайцам? Я за это боролся. Я стоял первый в Москве с пикетом за передачу Кирилл Курилл возле кинотеатра художественного. Вас рядом не наблюдал. Вы только вот сейчас появились. И вопрос. Если вы не агент Кремля, что вы делали на последней ассамблее или сессии? Пассив. Вместе со Скобеевой или с Карабеевой или вы там были как заведующий кафедра или как великий дипломат или импресарио были. Что это вырезать? Ответьте, если вы не агент Кремля. И если это не заказная аудитория, не нервничай. Проявляем дипломатичность. Слава всем нам. Значит, нет, секундочку. Насчет армии. Я офицер запаса. У меня есть военная специальность. Номер, который я вам не назову, потому что вы такую не знаете даже. Понимаете? Я там служил, я там знаю. Вы еще трактори с машинами. Да, я про... Мы вас просили не вступать здесь. Вы по вопросу, когда только все ускиваете. Вы вывезли вас отсюда. Кстати, вы представьтесь, потому что не все вас знают. Пусть страна знает своих. Моя фамилия слишком известна, чтобы я ее произносил вслух. Ну, вот этот человек сам разоблачил, я думаю. Так что? Итак. Все, что вы считаете нужным, ответьте, пожалуйста. Итак, воинское звание у меня есть. Советское. Приносил я присягу Советскому Союзу. Значит, где я работал до этого времени? Могли в Википедии посмотреть. Работал я дипломатом, имея благодарности президента Российской Федерации. Нет, я вас не перебивал, да? Смотрите, там написано статья, готовится к удалению Википедии. Так, по-моему, мы имеем дело с... Ну, с провокатором, конечно. Мы имеем дело с русским фашистом, господином Туриновичем. Прошу, вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда. Вы вон отсюда, это русский фашист, вон отсюда, фашист, вон отсюда, вон отсюда, господа, вон отсюда, это русский фашист, это русский фашист, вон, нацист, вон отсюда, вон отсюда, вон отсюда, пошел вон отсюда. вон отсюда русским фашистам не место скандируем вон отсюда вон отсюда вон отсюда русским фашистам вон в россии нет места нацизмом это не украина вон отсюда на украину там любят таких вон отсюда фашистам вон, вон отсюда, вон, 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 позор, вон отсюда, для нас, все, свободны, до свидания, до побачени, хлопцы, все, все, давайте, выступайте на своих каналах, фашистов, раус отсюда, нацираус, все, все, давайте, знаем, как вы интересны, три просмотра в базарный день, все, давайте, раус, ну, видите, да, вот, человек не приглашает на телевизор, да, он сильно обижается, ну, действительно, если таких вот приглашать, по-моему, было бы стыдно, хотя, ну, что, в семье не без уродов, он меня про национально спросил, да, я русский, но, понимаете, вот, на мой взгляд, чем, не, нет, я, это важный вопрос, потому что, к сожалению, сейчас мозги у многих забиты, вот, русским национализмом, да, я вам так скажу, любой человек, товарищ, потише, пожалуйста, любой, любой человек, который сжигает любой национализм в многонациональной стране, как Россия, сволочь и агент запада, вот, другого я не могу сказать, потому что это пытался сделать Гитлер, это пытался сделать Ален Далес, понимаете, натравить одну национальность на другую, поэтому я, прежде всего, я не националист, я патриот своей страны, как я думаю, я не знаю, потому что это только со стороны могут судить, в чем разница, на мой взгляд, националист говорит, я горжусь своей страной, потому что она лучше других, патриот говорит, я горжусь своей страной, потому что она сделала вот это, вот это и вот это, вот и все, поэтому для меня маршал Советского Союза Баграмян абсолютно такой же национальный герой моей страны, предположим, я не знаю, как Дмитрий Донской или еще кто-то. Например, наши самолеты МИГ всем известные, да? Это Микоян и Гуревич. И что нам теперь? Вот из-за таких вот дятлов не гордиться этим, что ли? Конечно, мы будем гордиться тем, что из нами победа водрузили Егоров и Кантария. И то, что героями Советского Союза было много осетин, например, в пересчете на количество населения больше, чем русских. И что в этом плохого? Они воевали за нашу общую родину. Понимаете, вот когда Гитлер к нам пришел, он думал, что у нас все такие, что русские будут бить украинцев, украинцы русских. Там не вышло у них тогда ни хрена поссорить нас. И не выйдет у этих вот людей тоже, вот на мой взгляд. Ну, где я был в 2010 году, когда, правда, не Берингово море решался, а Баренцево, он перепутал. Но это обычное дело для этих людей. Понимаете, терпеть не могу мужиков, которые ходят в кафе, в камуфляже. Камуфляж для Донбасса и Сирии. Понимаете? А мужик, выделывающийся камуфляжем за пивком, для меня, например, мужиком не является абсолютно. Я в то время был преподавателем, ну, как и сейчас, собственно, в 2010 году не находился на государственной службе. То же самое могу сказать о 2005 годах, когда был подписан российско-китайский договор о границе. Ну, что касается Курил, я думаю, те, кто следил за моими постами в Фейсбуке или где-то, я думаю, тут они сами все знают. И мне, как бы, тут говорить о том, что я там что-то сделал. Ну, на митинге я тоже выступал, да, я думаю, тоже всем известно. Но еще раз. Если, понимаете, вопрос с Курилами. Мы сейчас выиграли пока. Да плевать, понимаете. Даже если не я там в этом участвовал, не кто. Главное, Курилы пока наши. Вот и все, понимаете, для меня. Спасибо. А знаете, почему пока, вот важный был вопрос, расслабляться не нужно. Понимаете, пока общественное мнение нашей страны на страже, никто их не отдаст. Я должен сказать, что японцы удивились вот этому всплеску у нас в январе. Они мне это сами говорили, они не ожидали. Они думали, что это как-то, вы знаете, там втихаря пройдет. И то, что наше общество встрепенулось и не позволило это сделать. Огромный респект и уважуха всем нашим гражданам просто. Добрый день, Николай Николаевич, Павел меня зовут. Сейчас дискуссия идет в нашем обществе по изменению Конституции. И вот Зорькин выступал, ну много сейчас дискуссий именно по изменению Конституции. Хотелось бы вам задать вопрос. Вот статья 15, часть 4, приоритет международного права. 13, 2, запрет идеологии. 9, 2, это недра в частной собственности. То есть почему бы нам не изменить эти статьи, которые мешают нашему развитию? Ну почему вот Ельцинская Конституция, есть у нас в России охранители ее? То есть если они нам объективно мешают, потому что Конституция это власть, это закон страны, по которому мы живем. Почему бы нам ее не изменить? То есть что здесь плохого? Ваше мнение. Нет, а кто вам сказал, что вообще Конституция святая корова, ее там нельзя менять? Ну с вами я во многом не согласен, скажу сразу, да? Потому что вы говорите вообще, на мой взгляд, не о том. Да меняли Конституцию недавно. Вот где вы были, когда срок президентских полномочий увеличили с 4 лет до 6? Вот это безобразие, я считаю. Подождите, в моей программе стоит то, что если, скажем, придет к власти движение за новый социализм, конечно, срок должен быть президента 4 года с возможностью переизбрания. Опять, почему? Понимаете, чем больше у человека срок пребывания у власти, у любого, тем как бы больше просто желания оставить это на потом, там, я не знаю, ну подумать и прочее. Чем меньше срок, тем больше просто возможности действовать, понимая, что его могут переизбрать. Конституцию изменили, увеличив срок полномочий вот этих славных депутатов, опять, с 4 до 5 лет. 4 года, не больше, абсолютно. Плюс, как это и Чавес сделал, да, чтобы любой человек выборный, пробыв полсрока на своем посту, чтобы граждане имели право референдума его отозвать, ну могут ошибиться, правильно? Два года надо дать, но чтобы человек себя каким-то образом проявил, нельзя его сразу отзывать, потому что он должен показать, на что способен, но это надо обязательно сделать. Что касается, извините, у меня просто другого слова, нет бредовых предложений сменить статью 15 Конституции, я считаю так, их распространяют люди, я знаю кто, чтобы отвлечь внимание наших граждан от реальных проблем, вот от пенсионной реформы, от повышения НДС, повышения акцизов на бензин. Что такое статья 15 Конституции наша, чтобы вы просто понимали? Написано, что нормы международного права имеют приоритет перед национальным законодательством России. Наши ура, патриоты орут, предательство, внешняя диктатура, безобразие. Какой же толк в наших законах, если международное право превалирует? А, эти постановления, такие же, как в статье 15, есть в Конституции любой нормальной страны. Я вам сейчас объясню, почему нормальной. Итак, вы, страна России, заключаете с какой-то другой страной международный договор. Это и есть международное право. Вот представьте, значит, вы и она, эта страна, обязались его соблюдать. Тут какая-то страна говорит, а мы вот закон тут внутренний приняли, без вас. И он выше вашего договора, мы видали его в гробу в белых тапочках. Что это конкретно может для вас влечь? Предположим, вы приехали в Италию. У нас с Италией есть договор об избежании двойного налогообложения. Вы предприниматель. Вы платите налоги, если вы бизнесмен, либо в Италии, либо в России. То есть, два раза не платите. У нас, потому что есть договор между Россией и Италией. Тут вам Италия говорит, а мы тут закон приняли на уровне провинции Рима, решили нахрен все это отменить. Платите бабки. Что толку от такого международного права? Вы мне можете объяснить? И самое главное, о чем врут вот эти люди, которые призывают статью 15 отменить. Ну или, скажу честно, можете, они не разбираются. Международное право становится частью нашего закона, послушайте внимательно, только после ратификации договора Государственной Думой, Советом Федерации, подписи президента. То есть, что означает? Потише, пожалуйста. То есть, если мы подписали какой-то договор, мы его не соблюдаем. После этого договор ратифицируется парламентом нашим и приобретает статус закона Российской Федерации. Мы что, выполнять не должны? Что за бред какой-то севой кобылы, понимаете? Если мы не хотим, так мы не заключаем этот договор. Или мы его не ратифицируем? Нам же никто заставить-то не может. Но если мы этот договор подписали, ратифицировали, сделали его законом своей собственной страны, добровольно, мы что, его соблюдать не должны? Что за бред, понимаете? Севой кобылы просто. И говорит, вот статью 15 поменяем, все будет хорошо. Еще раз, распространяют это мнение, на мой взгляд, люди, которые заинтересованы в оглуплении нашего населения. Потому что такая статья нужна, абсолютно. Она есть в конституциях любой страны. Николай Николаевич, вы про второе предложение. Я вам про первое. Второе, вы сказали про договора, я с вами полностью согласен. Но их отменять не надо. Второе какое? Это, значит, статья звучит так. Общепризная принцип и нормы международного права и международная договора Российской Федерации является составной частью и право. Правильно. Это первое предложение. А второе, если международным договором другие... Забыл, вот вы про второе сейчас сказали. Я с вами полностью согласен. А мы про первое. Международные договора являются частью законов России. Ну а что? А что? А первое? Какое? Принципы и нормы международного права. Это два разных предложения. Это уже потом... Вот, это просто слово. И там приоритет. Во втором нету приоритета. Нет, есть, есть. Вами согласен. Так, давайте мы... Я вас тут повторять не нужно. Николай Николаевич, может, мы не будем устраивать юридический ликбез сейчас? Нет, просто понимаете, важно понять, что вот эти люди, они специально оглупляют наше население. Говорят, вот статью 15 измени, и жизнь в стране расцветет. Вот этой фигни нам вообще вешать не надо. Что такое общепризнанная норма международного права? Ну, например, вы знаете, нет? Ну, предполагаю, пример можете привести? Ну, пример просто приведите. Бредятина полнейшая. Вот смотрите. МВФ это не общепризнанная норма международного... Ну, подождите, я вас слушал. Общепризнанная норма и принцип международного права. Например, право нации на самоопределение. То есть, это не договор, поймите. Это как бы норма общежития. Ну, вот, чтобы вам понятнее было. Вот у нас есть закон, а есть мораль, да? Закон это то, что написано, да? А мораль это то, что, ну, вот мы с вами решили соблюдать. Ну, там уступать пожилым людям место в метро, ну, за это вас никто не побьет. Но это как бы норма нашего общежития, что ли? Вот такие же нормы общежития стран есть и в международном праве. Просто и все. Они банально тупые. Ну, например, агрессивная война это плохо. Вот это вот общепризнанная норма. А про МВФ плетут. Это договор МВФ. Это то, что мы вступили в Международный валютный фонд, подписав и ратифицировав это соглашение. Можем ли мы выйти оттуда? Да хоть сейчас. Кто мешает-то вам? Чего вы к конституции привязались? Вы нарочно обеляете наше правительство, которое может выйти из Международного фонда. Можем мы выйти из ВТО? Да хоть сейчас можем выйти. Мы можем выйти из любого договора. И он перестанет быть нормой нашего законодательства. Чего, сложно это сделать? Все, все, прекратили дискуссию. Вы не про правительство, видите, да? Николай Николаевич, давайте. Я всех видел, я очень прошу, я всем дал слово. Но так как я пользуюсь служебным положением, я тоже кое-что задам. Потому что хотелось бы все-таки от частных вещей перейти или повозвратиться к общим. Я вот смотрел два видео с добрыми людьми из канала Рой-ТВ. И там вы пытались озвучить свою экономическую программу. Вам, правда, ни разу закончить так и не дали. Вот мне бы очень хотелось бы именно услышать вашу экономическую программу. То есть как вы будете этот новый социалист строить конкретно. Ну я, правда, только что говорил сегодня. Но я могу повторить. Нет, я помню, там очень хорошее было начало. Вы начинали рассказывать, приводили пример, как Обама раздал домохозяйствам денег. Нет, я сегодня об этом говорил. Просто вы не расслышали. Значит, первый еще раз. Вот, по пунктам, да. По пунктам, абсолютно, да. Восстановление пенсионного возраста, которое было. Второе. Для нахождения денег на это введение прогрессивная система налогообложения доходов. То есть минимальная зарплата от подоходного налога освобождается. Средний налог остается на среднюю зарплату 12%. На богатых людей повышается до 20%. Система прогрессивного налогообложения есть во всех странах мира, кроме России. И 20% это вот вообще самое мизерное, что можно себе представить. Ну, ближай, в Америке 35% самая высокая норма. В Голландии 45%. Вот, чтобы вы понимали. Поэтому в этих странах и такая социальная сфера-то развитая. Деньги же откуда-то берутся дальше. Значит, тарифы естественных монополий должны быть заморожены минимум на 3 года. Опять, не потому, что я враг там конкретных естественных монополий. У нас проблема в чем состоит? Почему у нас не развивается, потише, пожалуйста, экономика и народное хозяйство? У нас высокая инфляция. Это обесценение рубля. Если у нас высокое обесценение рубля, у нас дорогие ставки по кредитам. Потому что если рубль обесценивается на 4%, предположим, ну какой дурак вам в банке даст кредит под 3%, правильно? Он же один потеряет. Он накручивает еще 4 и дает вам минимум под 8. В чем причина инфляции в России? Рост тарифов естественных монополий, которые каждый год в декабре утверждает правительство. Они не имеют права сами их повышать. Это правительство у нас делает. Если мы замораживаем до нуля на 3 года, бизнес понимает, что издержки его не вырастут 3 года. То есть он не будет платить больше за свет, за газ, за перевозки и так далее. Он начнет развивать бизнес-план. Население тогда получит дешевую ипотеку. Вы знаете, почему в Испании ипотека 2,5%? Вот как вы думаете? Там что, нефть и газ что ли есть? Потому что там инфляция нулевая. Если евро не обесценивается, то можно и под 2,5% дать. А почему? Это та же прибыль. А если у нас рубль обесценивается на 5%, и вам кредит дают под 7,5%, это та же прибыль 2,5% для банка. Понимаете? Он вам не может больше дать. Итак, заморозка тарифов естественных монополий, прогрессивное налогообложение, возвращение пенсионной реформы до пенсионного возраста. Дальше. Обязательно. Отмена или резкое сокращение НДС, налога на добавленную стоимость. Либо, значит, до 10%, но это сейчас льготная ставка, а обычная 20% стала, да, с 1 января, была 18%. Отмена его на, значит, станкостроение и производство продовольственных товаров. Но там и сейчас есть льготы, да, но это полностью должно быть отменено. Что такое добавленная стоимость? Вот я удивился, что люди у нас, знающие Конституцию, статью 15, не знают этого. Они думают, что, знаете, это просто вот набросили к цене товара там 20%. Да если бы это было так, это было бы здорово, я вам должен сказать. В Америке НДС вообще нет, да? Ну, понимаете, вот когда мне говорят, у вас там популистские предложения, я предлагаю то, что в других странах есть и работает. И эти страны не самые дебильные, понимаете? Добавленная стоимость следующая. Вот берем пакет молока, да? Подоили корову. Если подоили электродоильным автоматом, то добавилась стоимость амортизации этого автомата. Значит, с этой стоимости добавленной берется 20%. Дальше. Молоко заливают в пакет. Пакет делали с добавлением стоимости солюлеза. Еще 20%. Понимаете, да? И в конце это платят потребители. И чем у вас дороже, то есть чем у вас сложнее продукция, да? Если у вас... Так, товарищи, потише. Чем у вас сложнее продукция, да, тем больше в ней добавленной стоимости. В сырье ее нет. Ну, потому что вы туда ничего не добавляете. И то она там тоже есть. Потому что сырье же вы не руками добиваете, правильно? Это есть оборудование и так далее. То есть это надо убрать, потому что это губит всю нашу промышленность. Абсолютно. Она у нас не развивается именно поэтому. Дальше. Повышение минимальной зарплаты. Вот смотрите, у нас говорят, на пенсионный фонд нет денег. А знаете почему? Ну, мы же тут не дураки все. Потому что предприниматели большую часть зарплат в конвертах выплачивают. А с этой маленькой зарплаты переводят деньги в пенсионный фонд. Поэтому там и денег-то нет, понимаете? Если мы увеличиваем минимальные размеры оплаты труда, при этом я готов как бы на сокращение взносов предпринимателей с этой зарплаты, понимаете? В пенсионный фонд. Но чтобы они с чистой шли. Ну, условно говоря, не 30% с 6 тысяч, а 20% с 15 тысяч, понимаете? Да денег будет тьма. Тогда мы еще пенсионный возраст даже снизить можем, понимаете? И, наконец, введение конкретно налога на вывоз капитала из страны. У нас ушло в прошлом году 60 миллиардов долларов, в 2014-м 140 миллиардов долларов. Есть такие налоги в других странах? Да, есть. 2% можно ввести, понимаете? Хотите вывозить капитал? Ладно, вывозите. Но заплатите с этого налог. Дальше ввести налогообложение. Вот то, что у нас налог на роскошь. Помните? Говорили, говорили, говорили. Значит, забыли. Как в Германии это происходит, например. Если у вас 5 квартир в Германии, за дно, где вы живете, вы почти ничего не платите. Потому что, опять, общество исходит из того, что жить-то вам надо где-то, правильно? Если у вас нет денег на жилье, ну вы что, на улице должны жить? Но все другие квартиры, как вы поймете, вы же там не живете, правда? Вы, как правило, их сдаете. То есть, это для вас объект налога. Там повышенные ставки. Опять, у нас же можно сделать то же, как это было. Да, социальная норма жилья не облагается налогом. Вот где человек тупо живет, да? Но если у нас квартиры есть у людей, там, и за 600 миллионов, там, и за миллиарды, они платят так же, как те, кто в трешке живет. Это неправильно. Абсолютно. Тем самым мы находим с вами деньги на социальные расходы, на все остальное. И я еще раз говорю, у нас даже еще возникнет вопрос, куда их, собственно говоря, девать. Меры конкретные? Да, спасибо. Вот вы, когда свои пункты сейчас перечисляли, вы привели несколько примеров о… Нет, я секу, где кто как бы спрашивается, вы не переживайте. Вот. То есть вы приводили примеры, как бы, существующих похожих норм. Ну, я так понял, в основном это речь идет о Европе. А что, на Зимбабве равняться? Нет, нет, вот я и хотел спросить, то есть можно ли мы сказать, что таким образом в Европейском Союзе тот самый новый социализм уже настал? Вот интересный вопрос, предположим. Сейчас, вы знаете, во Франции идут протесты, да? Ну, опять. Вы знаете, какая во Франции рабочая неделя? Сколько часов? 32. Ну, не 32, конечно, да. 36. Да, 35, там, в некоторых отраслях они вот хотят повысить до 38. Это высокий социальный стандарт? Ну, сравнительно. Вы знаете, почему он таким был? Потому что был Советский Союз. Только поэтому. Потому что, опять, французские рабочие говорили, а что это вот у русских, скажем, вот это вот есть, а у нас нет. Товарищи, давайте нам это, или будет как там, да? Оглядываясь на нас, в Европе вынуждены были вводить эти все высокие социальные стандарты, потому что пример был рядом. После 91-го года, я вам опять как специалист могу сказать, идет резкий демонтаж социальных стандартов в Европе, полный. Понимаете, если вы сравните то, что было в Германии по медстраховке в 88-м году, и сейчас, ну, то, что оплачивает медстраховка, это две большие разницы, я должен сказать. Почему? Потому что мы рухнули. Понимаете, другого полюса нет. И говорят примерно вот как наш уважаемый ведущий. Ну, что, вам не нравится, как мы живем? А у этих еще хуже. У них все рухнуло нафиг. Потому что человек урод и придурок. И менять ничего не нужно. Потому что будет еще хуже. Поэтому сидите и терпите. Поэтому демонтаж идет везде в Европе. И поэтому везде недовольны, заметьте, в Испании, в Германии, да, появляются вообще новые партии, которые, понимаете, я их называю поколением рассерженных людей. Они говорят, это все плохо. А им говорят, а где альтернатива? Человек-скот. Альтернативы не будет. Терпите. Да, вот у русских было, все рухнуло. Значит, два варианта. Либо вообще никак, потому что рухнуло. Либо терпите то, что есть. Вот вам, пожалуйста, то, что сейчас переживает Европа. Последствия краха Советского Союза, который мы с вами на пенсионной реформе и на всем остальном переживаем тоже. Ну, ладно, я в лоб спрошу тогда. Ваш переход к новому социализму. Агент ли я путинский? Нет, это мы уже выяснили, что вы не признаетесь. Нет, а я вот засомневался, если честно. Понимаете? После вопроса. Может, не правда? Предусматривается ли в вашем версии нового социализма экспроприация, так сказать, там, заводов, фабрик, пароходов и так далее? Потому что социализм это же... И опять, я вынужден вам сказать, что я, по-моему, говорил сегодня с какими-то другими людьми. Вот я вам что сказал? Что у нас все национализировано. Все. Газпром государственный. Вот вы разговаривали с директором Росильмашевым. Вы у него отберете завод? Не надо у него отбирать завод. Я еще раз сказал, я повторюсь, в государственной собственности должны быть жизненно образующие предприятия. Я повторил, да? РЖД, энергосети, недра, транспорт, железнодорожные и так далее. Что касается других сфер, пожалуйста, еще раз говорю, там, где государство эффективнее, космонавтика. В Америке что? НАСА, частное агентство, что ли? Ну, агентство космических исследований. Опять, почему? Да потому что никакой бизнесмен не будет интересоваться полетами на Марс. Ну, тупо просто. Он скажет, если мне это через полгода ничего не даст, идите вы со своим Марсом, как вы называете, в эротическое путешествие. Поэтому везде космические агентства, они же все государственные, потому что это игра в долгую, да? Потому что бизнесмен не будет этим заниматься, этим будет только государство заниматься. Так что у нас в стране, в том-то и вопрос, у нас ничего не надо экспоприировать, у нас уже все в государственной собственности. Ключевые отрасли, надо просто поставить их на службу, не кучки лиц, как сейчас, да? А всему народу вот и все, ничего другого, поменять людей там, грубо говоря, ничего другого не надо делать. Так, и вот та тема, которая меня, наверное, больше всего интересует, я думаю, и многих здесь присутствующих. То есть вы объявили о том, что вы как минимум создаете движение политическое, если получится, то будет зарегистрирована политическая партия. Вы говорили о том, что в той или иной форме собирались участвовать в выборы в Мосгордуму, которая в сентябре. А вопрос такой вот, такова вот реальность, я сейчас не намекаю, что вы агент Кремля, но тем не менее, все эти мероприятия, они реально требуют помимо того еще и денег. То есть вряд ли вы сможете на зарплату преподавателя, хотя не знаю, может у вас там какие-то скопления какие-то есть, личные накопления. То есть все эти плакаты, листовки, от двери к двери ходить, агитаторов как-то оплачивать. То есть это все тупо упирается в деньги. То есть наша система построена таким образом, что не имея денег... Ваша система. Нет, моя как бы система, она вообще не существует. Нет, моя тоже другая. Хорошо, но тем не менее, вам придется участвовать в реальном выборном процессе. А вы думаете, я не участвовал, что ли? Нет, ну вы же как бы собираетесь продолжать это делать. Просто вот, во-первых, какими силами, на чьи деньги? Вот просто можете объяснить? Да, могу объяснить. Опять, это ваш подход. Мне, кстати, в соцсетях многие говорят, давайте вам денег там пришлем на организацию, что-то мы не берем денег. Потому что, понимаете, если мы за деньги все делаем, тогда не надо начинать. Это вот опять тот же вариант, понимаете. Заплатили бабки, я ваш. Не заплатили, идите к чертовой матери, понимаете. Вот так дела не делаются, я вам должен сказать, абсолютно. Например, если человек собирает подписи, да? Если он за бабки собирает, то ко мне не надо обращаться. Я хочу, чтобы он собирал, потому что он хочет изменить свою жизнь. С моей помощью, а я с его. Вот такие варианты. Если нам это не удастся, мы это, значит, не сделаем. Что касается расходов, которые будут непосредственно нужны, там, листовки, предположим, еще что-то. Но если мы действительно примем решение, оно пока не принято об участии в выборах, да, опубликуем как-то положено счет с прозрачными вещами, значит, что, где мы заказали, по какой стоимости, с телефоном этих всех там типографий и прочее, чтобы народ мог это дело проверить. Вот только так, понимаете. И, кстати, вот, как вы думаете, вот Пашинян, он сколько денег затратил? Ну, понятия не имею. А вы поймите. То есть, еще раз говорю, люди вышли на улицу, на площадь, им был нужен лидер, вот он вышел, ему что, деньги платили? Кто? Понимаете, а с другой стороны, я должен сказать, вот разница между нами и Америкой, опять, я был там во время президентских выборов четвертого года. Вот я сижу дома, да мне, я не знаю, перед выборами человек 20 ко мне приходило, убеждая, ну, не только ко мне, естественно, убеждая голосовать за того или иного кандидата. Причем разговоры были очень интересные. Не думаю, что пришел чувак там, что-то он там зачитал. Нет, идет вот нормальный разговор. А что будет, если будет, вот почему? Потому что люди уверены, что их кандидат изменит жизнь к лучшему. У нас, помню, стоят рядом с метро девахи такие, значит, во время одних из выборов. И что-то какие-то листовки распространяют. Причем какие-то такие радостные, цветные. И какой-то дяденька стоит, естественно, их снимает. Листовки такие, вот я как запомнил, содержание примерно такое. Если американский империализм, блин, попытается, значит, подорвать нашу страну, это вот насчет статьи 15. Что вы будете делать? И, значит, буду лежать на диване. Варианты ответов. Встану там на защиту или еще что-то такое. Я говорю, девчушки, кто вам за это платит-то? Вообще вы сейчас с осмехом умрете. То есть они говорят, за то, что мы распространяем антиамериканские листовки, нам обещали бесплатный талон в Макдональдс. Вот, понимаете, такие люди нам не нужны. Это вот этот вот вариант. То есть за бабло. Загнобили нашего ведущего. Но я сейчас тоже подставлюсь. Просто для того, чтобы даже провести учредительный съезд, вам нужно минимум в половине субъектов федерации в свое отделение открыть. От них чтобы прислали депутатов на съезд. То есть они все должны сюда прилететь, где-то остановиться. Вам нужно снять зал. Это все, ну, скажем так, для одного. Они все будут ставить складываться. Сразу могу сказать. Несколько залов уже бесплатно предложили. Вот, хорошо. Только я говорю, я вам еще раз говорю. Вот этот вариант нас устраивает. Авиакомпания готова бесплатно депутацию переводить? Нет, авиакомпания, я думаю, не готова. Да, здесь надо собираться, скидываться. О чем я уже тоже говорил. Нет, я именно хотел услышать... Нет, если вы хотите, думайте, что у нас будут какие-то... Я не хочу ничего за вас думать. Богатенькие спонсоры там и прочее. Нет, за вас думать я ничего не хочу. Нет, я говорю, это не вряд ли. Так, все, я перехожу к вопросам. Да, вон там товарищ вот давно тянется. Я его давно... Он сейчас руку вывихнет. Кудин Юрий, Славянск, Донецкая область. Первое, вы как будто на экзамене тут раз на вопросы отвечаете. Ну, а что я? Я не знаю, первый я или нет, скажу, что я готов с вами делать вместе то, что вы говорите. Сколько вам бабок надо? Нисколько. Ваш ценник какой? Нисколько. Вот видите, чудные люди абсолютно. Это раз, куда, ну, насчет обращаться, куда записаться, что мы и так далее, какие-то контакты. Дайте сделать так, вот сразу, да, извините, чтобы вот, может еще, будем расходиться, кто захочет, как бы, оказать, ну, какое-то содействие, подчеркиваю, неденежное, да? Реально, давайте просто, может, задержимся тогда чуть-чуть, ну, просто, чтобы других людей здесь не... Нет, это первый вопрос, это же был вопрос, куда обращаться. Понятно, я ответил. Второе, что с Донбассом делать будем? Что? С Донбассом что делать будем? Что я буду делать, опять, я это тоже говорил много раз и по телевидению, кстати, как у кремлевского агента, у меня мнение не совпадает. Я всегда выступал за признание ДНР, ЛНР, еще в 2014 году. Мало того, я всегда говорил, что России надо занять активную позицию в деле свержения вот этого бандеровского режима, потому что, если у нас люди считают, что это как само собой рассосется все, да, они станут мирными, тихими, от нас отстанут. К сожалению, это ложь. Я тоже за это. Чтобы они от нас отвязались. Но этого не будет. В этом их смысл существования, понимаете? Если они не будут с нами воевать в той или иной форме, они не нужны просто, понимаете? Их никто не поддержит. Я, например, предлагал, что все время, разрыв отношений с Украиной, непризнание этого фашистского режима, организование правительства национального единства в Донецке, которое мы должны признать как правительство украинского народа, с тем, чтобы оказать помощь тем силам на Украине, которые хотят их смести. Мне до этого говорили, да фигня все. А вы видите, что американцы в Венесуэле это делают? Ровно то же, понимаете? И при том, что в Венесуэле президент законный, легитимный, пришедший к власти путем выборов, они делают противоправительство, признают его, подвергают санкциям. Смотрите, страна зашаталась. Ну, дай бог, мы ее поддержим. Я на это очень рассчитываю, что мы это сделаем. Но вот этот режим украинский, он же пришел к власти в результате госпереворота. Они убили 10 тысяч человек, как минимум, на Донбассе. Они орали, что мы загоним их в подвалы. Пусть они там живут, гниют. И то, что, потише можно, и то, что Российская Федерация оказывает, ну, мы оказываем помощь, конечно, вы это прекрасно знаете. Но мы должны сделать Донбасс, на мой взгляд, витриной нормальной Украины, понимаете? Чтобы там люди жили лучше. И чтобы вся остальная Украина стремилась к ним тогда. А общее будущее, я еще раз, я вижу только на путях воссоединения России с Украиной. Потому что здесь я с Путиным полностью согласен. Русские украинцы – это единый народ. Кто бы там чего на этот счет не говорил. Добрый вечер Николай Николаевич, Дмитрий Ворозов, предприниматель. У меня вопрос совсем-совсем короткий, поэтому вначале две реплики небольшие, просто вот по вашему выступлению сегодняшнего возникли. Вот по поводу пенсии. Пенсия, как я возникла не в СССР, первая в Швеции в 2013 году. В каком? В 2013-м, 900. По старости? Да. Нет, пардон, пенсии разные бывают. Какие-то Бисмарк ввел по временной нетрудоспособности еще в конце 19-го века. Ну именно как, трудозаконательство было именно… По старости первые пенсии ввели в РСФСР. По старости. Потому что, да, если вы потеряли на производстве что-то, да, конечно, вам выплачивают по инвалидности и прочей пенсии. Именно по старости. Но по старости при капитализме считалось как? Ну ты больше не работаешь, ну твое собачье дело. Вот что накопил, за счет того и живи. И вторая короткая реплика. Вы сказали про НДС дорогой. А что он не дорогой? В Европе 22% средний НДС. А в США там, да, НДС нет, там налог с продаж. Там вообще вычета нет по нему. Но это была реплика, это был не вопрос. А вопрос совсем короткий. Что вы думаете о Лукашенко? Ну, во-первых, да, налог с продаж, мы с вами выяснили, это разные вещи, да. Это просто вот к конечной цене прибавляют определенный процент. Не к добавленной стоимости, а к конечной цене. Один раз, да, всего один раз. И налоги продаж в США это от 4 до 8% в разных штатах. Но это не 20% в любом случае, да. Что касается Лукашенко. Ну видите, вопрос какой. Лукашенко надо отдать должным. Когда мы с вами пропили Советский Союз в обмен там на колбасу и все остальное прочее, он был против Беловежских соглашений. За это ему, что называется, полное уважение. Дальше Лукашенко честно стремился к союзу с Россией. В 96-м году мы с ним подписали, помните, союзное государство, которое мы же сами саботировали все это время абсолютно, да. Но предположим, Лукашенко был под санкциями все время. Нам было наплевать на, так сказать, президента нашего союзного государства. Ну, потому что там по очереди, да, наш президент и их. То есть союзное государство ноль абсолютно. Сейчас Беларусь, как, кстати, многие страны, они исходят из того. Но пробовали, пробовали с русскими. У них то одно, то другое. Понимаете, у нас продажная рыночная внешняя политика. Вот, скажем, с Беларусьей таможенный союз. Это что означает? Что торговля свободная, беспошлинная. Но если у нас определенные товарищи говорят нашему правительству, да понимаете, что-то у них белорусское молоко дешевле, лучше, давайте нахрен его там временно вообще отсюда исключим. У нас исключают. После этого Беларусь, как вы думаете, у нее вот какое к нам отношение будет? Что они с нами что-то там подписали, вот по вашей статье 15, а мы ни хрена не выполняем. То выполняем, то не выполняем. То мы с Западом, то мы против Запада, то мы с Лукашенко. Еще Лукашенко все время смотрит куда-то еще, потому что, ну, с такой страной, понимаете, опираться на кого? Сегодня мы с ним, завтра мы не с ним, послезавтра мы там еще что-то. Это касается всех стран, я должен сказать, практически, да, к сожалению. Ну, вроде мы как бы против Порошенко, но мы его признали. Мы вроде за народ Донбасса, но мы результаты их референдума не признали, да, майского 14-го года. Вот это все идет, понимаете. Отсюда нет друзей в нашей внешней политике. К сожалению, Лукашенко, на мой взгляд, он в последнее время, это мое мнение, чтобы нас напугать, ну, как бы, знаете, сделать нас более податливыми, это вот как бы к нему претензии, да, я их тоже высказывал. Он заигрывает с националистической оппозицией. То же самое делал Янукович. Он нам, знаете, условно говоря, говорил, вот не хотите со мной иметь дело? Вот, смотрите, там во Львове самопомощь бандеровцев, хотя их финансировала тогда администрация Януковича. Это было пугало против нас, которое потом его и снесло. Понимаете, этот Янукович где? В Ростове, не в Вашингтоне. Лукашенко совершает сейчас, на мой взгляд, такую же ошибку. Но чтобы как-то нас дисциплинировать, он начал заигрывать с националистической оппозицией Белоруссии, которой, грубо говоря, в отличие от Украины, там и не было толком, понимаете. Ну, что там говорить? Те, кто был в Беларуси, они мне сами могут сказать там, что, ну, население, в основном, по-русски говорит и прочее. Но я замечаю, в книжных магазинах Минска совсем все по-другому. Раньше Великая Отечественная война, там Брестская крепость, все как положено. Сейчас Беларусь как наследница Великого княжества Литовского. Что белорусы это не русские. Что на территории Белоруссии была русско-французская война против Наполеона. Знаете, на Украине все начиналось с этой же гадости. Поэтому Лукашенко должен понимать, что в случае чего, вот эти вот звери, которых он пытается как-то вырастить, там заигрывать, они же снесут его, и никто, кроме России, убежище ему не предоставит. Николай Николаевич, Валерий, Москва. В американском фильме «Матрица» есть совершенно потрясающий трехминутный монолог одного из... Я не смотрел. Хорошо, я расскажу. Есть совершенно потрясающий трехминутный монолог одного из героев Мировингена, в котором звучит трехсекундная фраза. Я ее озвучиваю. Единственный источник власти — умение видеть причину. От себя добавляю, что тот, кто видит причину, тот всех остальных направляет последствиям. Какая причина, на ваш взгляд, в том, что Россия никак не может выйти на столбовую дорогу своего развития? Где причина? Спасибо. А где написана, какая столбовая дорога? У нас по Конституции, вот здесь я согласен с гражданином, отменена ведь идеология. Вы не знали об этом, нет? Ее нет. Где столбовая дорога? Куда? Понимаете, если я, например, считаю, что столбовая дорога России в пользу социализма, в пользу нового человека, который, конечно, мы воспитаем не сразу. Это будет длительный процесс. Он займет, наверное, несколько поколений. И форсировать его не надо. Потому что, знаете, насильственно осчастливить человека тоже невозможно. Вот, на мой взгляд, это наша столбовая дорога. Другая столбовая дорога России прямо противоположная. Крах, гибель и распад. Идеология является одним из инструментов власти над умами. Если у нас нет идеологии, значит, власть над умами находится где-то в другом месте тогда. Да нет, понимаете, еще раз. Я попытаюсь рассказать то, что я уже повторял. Капитализм, ему идеология не нужна. Он говорит, вот вы человек, вы скот по своей причине, понимаете. Они говорят, хотите морально разлагаться? Разлагайтесь. Хотите выпить? Выпейте. Хотите дать кому-то в глаз? Дайте. Но так, чтобы это не нарушало общественный порядок, туда-сюда и прочее. Не надо себя улучшать. Ни к чему. Ведь, смотрите, скажем, в советское время все голубые огоньки, вот что мне не нравилось, как Тай был дурак, естественно, начинали с каких-то балетных номеров в Саре. И мы все... Нас пытались поднять. А вам сейчас не пытаются. Говорят, вам развлекуха нужна? Получите. Пивасик нужен. Тоже получишь. Не надо ни о чем задумываться. Вот живете сегодня и живите. Я просто, по-моему, говорил, у меня был интересный разговор с сыном Александра Дубчика. Это вот был лидер Пражской весны, но он погиб, я его лично не знал. А сын его был послом в Берлине. Вот он мне сказал, в Словакии, послом в Словакии в Берлине, еще в 90-е годы. Он мне сказал, знаете, почему вы проиграли? Вот ответ на ваш вопрос. Потому что вы хотели сделать человека лучше. Вот смотрите, что, говорит, вы несли миру? Он мне говорит. Балет. Льва Толстого. Над этим, говорит, думать надо. А что они несли? Джинсы, жвачку и джаз. Поэтому они и выиграли, потому что здесь напрягаться не надо, понимаете? От вас никто ничего не требует. А сейчас они, знаете, дошли до чего? Они вам даже это не несут. Они вам несут виртуальную реальность. Вот вы сидите в офисе, все хреново там, я не знаю, работа плохая. Открываете гаджет, там все замечательно. Там какие-то вообще веселуха, какие-то котята там за клубочками гоняются, там и прочее. То есть вам даже втюхивает уже не материальную жвачку, да? А вот эту вот. Понимаете? Вот и все, вся разница. Спасибо. Следующий вопрос. Николай Николаевич, меня зовут Александр. Я вот хотел задать такой вопрос. Вот есть такое выражение в русском языке. Либо дурак, либо вредитель. Это про меня, да? Нет, нет, это отнюдь не про вас. Это как раз относится к... Я кремлевский проект, я прошу. Нет, Николай Николаевич, давайте забудем про этот кремлевский проект. Зря. Ну, хорошо, как хотите. Вот, многие наши, так сказать, руководители высшего эшелона напоминают эту фразу. Только не или, а и. Понимаете? То есть вот, начиная с пенсионной реформы, какой-то такой, как будто такой шквал такой наступил, что люди, во-первых, какие-то глупости совершают. Нет, нет. Нет, я понимаю, с их точки зрения все нормально. Все нормально. Вот, и в то же время, так сказать, себе на карман работают. Вот, и что это означает? То есть, ну, более-менее 20 лет, 25 лет жили, было много, так сказать, вперед-назад, то есть отступления, наступления на права трудящих. Сейчас просто со всех, так сказать, утюгов идет. Если раньше где-то была критика в прессе, что вот эта реформа надо подождать, или это процент убрать, то сейчас все одобрямся на всех каналах. Налог повысить, да, это для вас стараемся, чтобы пенсию увеличить. Там какой-то косвенный налог, за транспорт, за все, что угодно. Это только для вас. Но это такое ощущение, что это как немцы. Они все, так сказать, когда отступали, они все хорошенько вывозили, а остальное, что было, разрушали. Вот у нас то, что они делают, это разрушение страны. Вот я говорю, что это происходит? На ваш взгляд. Происходит обычный капитализм, понимаете? Вот, предложим, я директор, хозяин, а вы мой наемный работник, да? У нас с вами один и тот же пирог. Ваша зарплата и моя прибыль. Я чуть дурак, что ли, вашу зарплату повышать. Это значит, что у меня прибыль меньше будет. Я повышаю только в одном случае. Если я без вас не могу обойтись и вас некому заменить, да? Ну, так государство у нас действует. Оно действует в интересах бизнеса тоже так же. Если я, скажем, с вас могу что-то слупить, но я и слуплю, понимаете? А почему нет? Вы что думаете, вот, скажем, государство капиталист скажет, «Друзья, что-то я встал, подумал, ой, какая же у вас зарплата-то низкая? Блин, надо свою сократить, а вам повысить». Вы себе такого предпринимателя можете представить? Вот сидит предприниматель, да, который скажет, «Не, ребята, все, мою прибыль сокращаю добровольно. Вашу зарплату увеличу». При капитализме этого не бывает, потому что смысл этого общества – жадность. Понимаете, я работаю не для того, чтобы, я не знаю, вам футболки производить, а чтобы на этой футболке наварить с вас как можно больше денег просто. Если у вас нет денег, то мне не интересует, есть ли у вас эта футболка, нет. То же самое сейчас происходит в государстве. У нас государство захвачено большим бизнесом, понимаете? Я же вам пример Белоруссии приводил, да? То же самое во всех других странах происходит. Вот, например, какие-то отношения с какой-то страной, вот эта бизнес-группировка курирует, и ей выгодно, чтобы ей было выгодно. Не стране, а ей конкретно. Конкретно, понимаете? Вот они так и работают. А что касается, скажем, наших граждан, вот смотрите, после все-таки массовых протестов населения по пенсионной реформе и, главное, проигрыша «Единой России» на некоторых региональных выборах прошлого сентября, смотрите, пенсионную реформу смягчили, да? И я, кстати, мое мнение, может быть, я ошибаюсь. То, что по Курилам сдали назад, это результат протестов против пенсионной реформы тоже. Решили не злить людей, понимаете? Вот если бы тогда все так вот со свистом пролетело, может быть, и сейчас бы со свистом пролетело, не пошло. Поэтому смысл такой, мы должны этому сопротивляться легальными методами, конечно, а никакие митинги, да, согласованные, конечно, почему нет? Но мы же имеем на это право по нашим законам и Конституции. И главное – участие в выборах. Вы должны понять одно, кто не участвует в выборах, как избиратель или как, собственно говоря, наблюдатель. Тот не гражданин России. Это подданный обывателем и мещанин, понимаете? И все разговоры о том, да, там все равно ничего не будет, да ничего... Понимаете, в Хакасии сделали, во Владимирской области сделали, в Хабаровском крае сделали, понимаете? Те люди, которые не сидели на диване и не валяли дурака. А когда мне говорят, ну мы придем, проголосуем, все переделают, могут переделать, да. Потому что на участках наблюдателей нету. Кто в этом виноват? Наблюдателем может стать любой гражданин Российской Федерации, который зарегистрируется от кандидата. Я сам ходил на выборы, да на многих участках их вообще нет. Или они подставнулись, ну сидят... Николай Николаевич, вот тут с места была реплика, а из кого выбирать? То есть ведь, наверное, для вас не секрет, что попасть вообще на какие-либо выборы, ну достаточно сложная процедура. Ерунда. Хорошо, но тем не менее система функционирует. Вы знаете, с кого выбирать, это позорная, инфантилистская точка зрения. Сами выдвигайтесь. Кто мешает? Что значит, с кого выбирать? Да, вы мне тут предоставьте всех, а я вообще подумаю. А сами-то что? Вот эти партии меня не устраивают. Может быть, основывайте свою. 500 членов надо. Кто мешает? Кто за вас это должен делать? Марсиане, американцы, еще кто-то. Ну американцы, что говорят, не иского выбирать, выдвигают другого кандидата. Понимаете? Они что-то делают. У них каждый член примерно трех общественных организаций для аккумуляции своей воли. Понимаете? Чтобы я был не один. Мы-то где, в каких организациях состоим? Не нравится партия? Идите, вступайте вместе с другими людьми. Меняйте ее программу. Делайте такой, как она вам нужна. Еще раз. За вас нечестные выборы, нечестные партии никто не сделает. И если мы будем с вами с такой точки зрения выступать, нет, вы мне все дайте. Вот на голубом блюдечке. А я еще подумаю вообще. Выбирать, идти. Нет, тогда нашей стране ничего хорошего не светит. А тогда, может, вы сами были в какой-либо партии когда-нибудь? Я был кандидатом. Ну, опять жалко, ушел товарищ там. Я был, когда работал в посольстве в Германии, это был конец 80-х годов. Я был кандидатом в члены КПСС. Причем кандидатом вступил абсолютно по... Я и тогда был человеком левых убеждений. Убежденным в том, что новый человек может быть создан. Кандидатский стаж, он тогда что предполагал? Что вот год кандидатского стажа, да, после этого, значит, или два, по-моему. Два, может быть. Нет, по-моему, год, вы не правы, да, год это был, да. И после этого, год, я тоже помню, что человек, ну, как бы вступал в члены. И это был 89-й год, я отказался вступить в члены КПСС, заявив, что Горбачев ведет страну к развалу. Надо мной смеялись тогда, я вам должен сказать. Хорошо, а почему вы сейчас говорите о создании новой партии, а не так, как вы советуете вступить в имеющиеся, изменить устав? Подождите, вы людей не путаете. Вы людей не путайте. Пока речь идет о возможном создании движения. Сейчас ведутся переговоры, я вам должен сказать, с другими лидерами левых партий. Потому что я, например, публично об этом тоже говорю. То есть вы говорите о неком объединении, извините, что перебиваю, чтобы было понятно. Я уже об этом говорил, да. На мой взгляд, что мы должны сделать, чтобы конкретно остановить вот это действительно сползание к полному обиранию населения? Власти интересуют столицы. В столице будут региональные выборы. В сентябре месяце. В Московскую городскую думу, которая предпринимает все основные законы. Не Собянин. Паковки платные и все остальное, это Московская городская дума. Я выступил с проектом «Красная Москва». Духи такие, помните? Чтобы все левые силы объединились и выставили по всем округам Московскую городскую думу единых кандидатов. Наиболее популярных там с тем, чтобы, знаете, толковых, я бы так сказал, да. Которые действительно могут что-то предложить. Я вам скажу, что пока я как бы большой, что ли, большого отклика не вижу, но, еще раз, переговоры идут. И если, понимаете, ради этого, предположим, чтобы был сильный кандидат в округе, мне там не надо баллотироваться. Да ради бога. Я изо всех сил этого кандидата просто поддержу. И если мы выиграем выборы в Московскую городскую думу, или хотя бы так, проведем достаточное количество кандидатов, это не только для Москвы плюс, тогда власть задумается, как после Хакасии и других, а может быть, ну, не надо так, да. Может быть, не надо эту пружину дальше сжимать, если вот такие настроения. Только для этого. Никто же не хочет что-то снести там, понимаете, я не знаю, устроить там, вот как вопрекает какой-то Майдан. Мы хотим корректировки курса, понимаете. Мы имеем на это право заявить свои права путем выборов и митингов. Почему этого не сделать? Но смотрите, я к вам обращаюсь. На прошлых выборах и Собянина, и Мосгордумы пришло в среднем на участки 20% избирателей. Позор вам, граждане. Ну и мне тоже, естественно. В Америке средняя явка 85%. Теперь понимаете, почему они лучше живут? Вот и все. Товарищ, кто из вас на муниципальные выборы ходил? На муниципальные, не на Мосгордумы. Нет, просто пройти проголосовать. Ну, тут политически активно. Ну, смотрите, средняя явка на муниципальных выборах, а опять, от этого зависит, ну, я не знаю, там, конкретное благоустройство, составило в Москве, внимание, 15%. 85% сидят на пятой точке дома, а потом говорят, выберет низкую. Да любой мог зарегистрироваться кандидатом в муниципальные депутаты. Это вообще просто, на самом деле. Там ни денег не нужно, вообще. Разве сложно? А кто-то сказал, что сложно. Спасибо. Следующий вопрос. Спасибо. Николай Николаевич, меня зовут Александр Алексеевич. Очень приятно. У меня два маленьких, но, возможно, больших вопроса, как говорил Гафт в гараже. Да, в гараже. Первый вопрос. Но после этого там полтора часа было. Первый вопрос. Вы написали двухтомник по политической истории Аргентины. Есть такие уроки, которые наша страна должна учесть в своем развитии, исходя из опыта Аргентины. И второй вопрос касается будущего Европы в связи с миграционным кризисом или кризисом с беженцами. Вот сейчас есть разные апокалиптические, в том числе прогнозы, типа мечеть Парижской Богоматери. Какие здесь возможны уроки для нашей страны, в том числе в связи с миграционной политикой? Спасибо. Спасибо вам, что вспомнили книгу. Вы знаете, у меня несколько книг, и я старался их писать по тем вопросам, на которые, как я считал, здесь ничего не написано. Потому что я не люблю, знаете, вот этих ученых, которые говорят, да вот эти все книги до меня там были плохие, вот я вам сейчас хорошие напишу. Я вообще такого никогда не заявлял. Аргентина полная копия нынешней Российской Федерации, тогдашняя Аргентина. Это, знаете, страна, зависящая от колебания цен на сырье. Просто в нашем смысле это нефть, а у них зерно и мясо. Никакой разницы, понимаете. Вот конъюнктура цен нормальной, люди живут. Конъюнктура ненормальная, девальвация, массовое закрытие предприятий и прочее. Даже военный переворот для того, чтобы недовольство населения там как бы сильно ужать. Поэтому мне казалось, что это просто вот калька, понимаете. Того, как страна, отказываясь от собственного индустриального развития, как Аргентина тогда, и как мы сейчас, обрекает себя, знаете, вот на такие качели. Цена на нефть хорошая, отлегло там. Цена на нефть плохая, все, страна схлопывается, пенсионные возрасты. Причем самое страшное, что мы с вами даже на эти цены не влияем. Вот что плохо. То есть, грубо говоря, мы с вами не имеем собственного бюджета. Вот где суверенитет, мой юный друг с Конституцией. У нас весь бюджет в России состоит из двух понятий. Средняя ожидаемая цена на нефть в следующем году, которую мы не знаем. Мы ее можем предположить. И курс доллара, потому что нефть продается за доллары. Все. Если мы ошибаемся в этих вещах, которые, подчеркиваю, от нас никак не зависят, у нас бюджет весь летит к чертовой матери, понимаете? Потому что в Аргентине то же самое. Вот сейчас, знаете, например, у них перепроизводство мяса в Аргентине. Кстати, у нас вот 8 миллионов коров, а там 45, между прочим. И это беда для капитализма, понимаете? Потому что перепроизводство мяса – это закрытие предприятий, потому что цена на него падает, а они банкротятся. Знаете, в советское время я удивлялся, когда я смотрел Францию, и там, знаете, фермеры помидоры давят тракторами, сливают молоко в помойную яму, когда какой-то бред, понимаете? Вот затрачены силы на производство. А потому что, еще раз, задача не произвести, задача дорого продать. Если вы слишком много произвели, это такая же беда вообще для общества, тогдашнего и нынешнего, как то, что вы произвели мало. Что касается Европы, еще раз, опять виноват, ну или в хорошем смысле Советский Союз. В Германию в 60-е годы приехало 3 миллиона турок. Были какие-то проблемы? Да нет. Знаете, почему? Я вам должен сказать, Германия серьезно тогда развивалась, да? Как бы и местному населению жилось очень хорошо. И был определенный даже недостаток рабочей силы, которую они восполняли. Кстати, помимо турок приехала масса югославов, греков тогда, испанцев, итальянцев. Но это, видите, тогда не вызывало каких-то проблем. Почему сейчас проблема в Европе? Не потому, что европейцы стали какими-то фашистами, там, ксенофобами, ну, те, кто не любит иностранцев. Самим плохо! Вот в чем вопрос-то, понимаете? Люди ведь как говорят, смотрите, у нас зарплаты падают, социальная льгота ликвидируется, жить становится хуже, а вы еще людей приглашаете. Что же делать? Вот в чем вопрос, понимаете? С распадом Советского Союза, еще раз, началось массовое наступление у них на социальные права. В 90-е годы его не было, потому что они осваивали наш рынок, да? То есть рухнул Советский Союз, рухнули со страны. Помните, они заваливали нас спиртом, рояль, там, мартаделлы, там, еще какой-то. Нам все это было в диковинку, все это было феерично. И они на этом озолотились. Для них 90-е годы, вот в Европе, в Америке золотое дно, они это вспоминают просто. Но мы насытились. Мы же не можем есть в три горла, правильно? Или носить там в три приема. И все. И они тоже стухли. Свободных рынков больше нет. Живут они все в долг. Понимаете? И сейчас Европа начала постоянно сыпаться, а тут еще 3-4 миллиона человек, которых они не могут просто прокормить. Понимаете? Так как у них у самих проблемы. Отсюда рост вот этих антииммигрантских настроений. На мой взгляд. Спасибо. Следующий вопрос. Александр Викторович. Значит, у нас с 1993 года идет активное строительство капитализма. И он уже построен. А вот как учат классики марксизма и ленинизма, весь буржуазный парламентаризм – это всего лишь ширма для господствующего класса. И вы пытаетесь делать попытку зайти за эту ширму и каким-то образом там что-то такое нашерудить. Вот мой личный опыт и, так сказать, организаций, к которой я имею отношение, как бы насчет буржуазного парламентаризма отрицательный. Но, тем не менее, я желаю вам успехов больших. А вы что предлагаете? Вот в раздумьях мы все находимся. Ну, как... Ну, хорошо. Надо действовать. Надо действовать. Это конкретное предложение. Будем помогать по мере возможности вам. И, так сказать... Давайте вместе шурудить за ширмой парламентаризма. В парадке шутки юмора у меня есть четверть маленького флакона духов «Красная Москва». Я вам могу дать... Здравый подход. Нет, ну я не женщина, правда. Мы должны подарить правительству в сентябре этого года. То есть это был ответ? Нет, вот смотрите, ответ правильный. Вот опять, вы... Я понимаю, что вы хотите сказать. Но объективно, невольно, я надеюсь, вы содействуете укреплению капитализма. Говорят, да все равно ничего не сделаешь с этим парламентаризмом. Но других альтернативных вариантов вы не предлагаете. Понимаете? Тогда получается, вот с этим мы ничего не сделаем, другого ничего нет. А Сальвадор Альенде пришел к власти каким путем? Помните? Кстати, насчет 400 тысяч долларов, я вот недавно это узнал. У меня есть книга и прочили, я вам должен сказать. Но не в порядке, конечно, саморекламы. Это ложь. Откуда у нас взяли, что мы Альенде дали 400 тысяч долларов? Я услышал это случайно в каком-то... Больше дали или вообще не давали? Не-не, я знаю. Но откуда они это взяли? Вы знаете, с чем мы Альенде подкупили, я вам могу сказать? Альенде был у нас в 1952 году как сенатор. Он же баллотировался в президента четыре раза. 52, 58, 64 и 70. И ему тогда сказали, а что вот... А это было осень или весной, по-моему. Короче, слякоть у нас была. А тогда, видите, мода была в СССР. Люди ходили в ботинках, а поверх них были резиновые калоши. Ну, просто чтобы, так сказать, не пачкать обувь. Эти калоши снимались там. Альенде был потрясен и говорит, подарите мне калоши. Говорит, это у нас в Чили тоже там дождь, снег там бывает. Ему подарили наш калоши. Знаете, такие были черные, а внутри они были, по-моему, такие, да, розовые. И Альенде потом всю его жизнь узнавали в чилийском парламенте по калошам в гардеробе. То есть пришел Сальвадор Альенде. Но вот таким путем его подкупили. Альенде у нас никаких денег не брал. Это позорная ложь, и мне очень стыдно, что она у нас распространяется. Спасибо. У нас время все меньше и меньше. Если можно, вот все вопросы как-то покороче максимально. Да, представлюсь еще раз. Меня зовут Ермаков Тимофей, партия «Другая Россия», лидер Эдуард Лимонов, национал большевики. Только не надо меня выгонять за русский фашизм. Мы не такие. А на что вас выпьет? Ну давайте закончим, потом все разберемся. Я и выпью еще немножко. Вот. Вот. Был затронут вопрос миграции. Хотел вот национальный вопрос, на самом деле. Он важный. Есть ли жизнь на Марсе? Если здесь на Собачье, то там-то уж точно нет. Так вот. Прошла такая информация, что, значит, в Чеченской Республике гражданам простили около 8 миллиардов рублей. Она опровернута. Она опровернута, да? Да, она опровернута. Хорошо. Но все мы знаем, что регион датируется очень серьезно и так далее. Это многих людей в стране бесит. И вот если гипотетически представить, что все-таки победил движение за новый социализм, как мы будем договариваться с этим регионом, именно Чеченской Республикой, с Рамзаном Ахматовичем, потому что этот человек называл себя воином Путина и так далее. То есть это люди, с которыми надо будет иметь диалог конкретный. Вот. Понятно же. Нет, нет. Вопрос понятен. Понятно? Да, все. Пожалуйста. Опять, смотрите, изобретать ничего не надо. Вот любая страна, почему мы в том числе, например, распались, и почему, наверное, распадется Европейский Союз в нынешнем виде. Любая страна, состоящая из разных народов, с разным уровнем развития и истории, как это имеет место в отношении нашей страны, если не будет гомогенного, то есть равного образа жизни материального, эта страна обязательно распадется. Понимаете? Поэтому, вот скажем, ругали Советский Союз за то, что, ну, скажем, деньги в Рязань там не вкладывали, а вкладывали там большую часть денег, предположим, в Казахстан. Ну, многим тогда это тоже не нравилось. Они говорят, как же так и прочее. А ведь задача в том, понимаете, у нас была уникальная страна в том, что ее родиной считали все. Понимаете? Вот от грузин до латышей, там, не знаю, до эстонцев. Почему? А потому что вот этой дискриминации как раз не было. Понимаете? Когда люди понимали, что если мы сейчас более отсталые, то нам помогут. Нам помогут дойти до единого уровня, и тогда мы за это государство будем драться. Понимаете? Потому что мы знаем, что оно нам дало. Ведь многие республики, вступившие в СССР, у них же письменности даже не было. Я уж не говорю там национального кинематографа, Академии наук, там, литературу. Вы думаете, это дешево было все это у них создать? Конечно, можно было сказать, да ну их там вот сидят, они в своих юртах, ну и пусть сидят, а мы там будем там Рязанскую область восстанавливать. Я не против этого. Но именно поэтому сейчас вот я ехал в такси сюда, знаете, попал парень с Кыргызстана, очень хороший такой, удививший меня, например, тем, что он знал города Венесуэлы, основные. Понимаете? Сказав, что я там знаю много вот, действительно, с ним интересно поговорить, я его просто спросил, вы говорите, парень молодой, в СССР не жили, вот в Кыргызстане, какое отношение к Советскому Союзу? Он говорит, да 80% за. Потому что ничего плохого нам это государство не сделало. Причем, чем больше, чем старше население, ну, чем оно как бы жило при Советском Союзе. С другой стороны, возьмите Индию, да, которая шла вот примерно по этому пути. Англия, Индия, да будем грабить и высасывать, нафиг вы нам все нужны, индусы, понимаете? Вот таким образом отношение к Англии крайне негативное. Английская королева туда ездить боится. Несмотря на то, что они утверждают, что они туда что-то несли, там, какую-то цивилизацию и прочее. И вот этот симбиоз народов, он должен быть повторен в составе России. Как только мы с вами начинаем говорить, а у этих больше, а у этих меньше. Я помню 91-й год. Украинцы говорили, выйдем из состава СССР, пшеницей будет завалить, потому что мы их всех кормим. Наши деятели говорили, выйдем из состава СССР, мы всем нефт даем, заживем. Но вышли, ну, зажили. Это все, что, понимаете, рука отдельно живет, голова отдельно там, нога тоже. Мы с вами сейчас строим все эти газопроводы в обход Украины, потому что это стало другим государством. Мы до сих пор платим миллиардную дань за распад нашей Родины, который совершился по нашей тупой глупости, понимаете. Он еще продолжается. Мы все время платим за это. Так неужели мы должны повторять вот то, что было в рамках нашей страны, начиная считаться там, у кого 5 рублей, у кого 6, ведь именно на это там и рассчитывают, понимаете, на Западе, чтобы мы здесь все передрались в конце концов и сами осуществили повторный распад нашей страны, который был в 91-м году. Спасибо. Следующий вопрос. Алексей, Москва. Николай Николаевич, когда Вы анализировали причины распада Советского Союза, мне кажется, Вы очень точно указали основную причину. Так в Кремле хорошо учат, понимаете. Да, что не создали нового человека. А вот сейчас каким образом Вы хотели бы, ну, планируете создавать нового человека? Какие инструменты? Вот не просто там образование, да, а вот те основы духовные, которые надо положить в основание воздействия на человек, который, вообще говоря, ну, рождается действительно животным. Рождается. Вот. Ну, можно сказать, что в нем уже там есть вот, ну, дух там и так далее, но вообще говоря, животное. А человеком непосредственно, да, членом общества его делает что-то другое. Вот что именно? Ну, ничего нового здесь нет. Опять, что сделало, скажем, нас, советских людей, считать другими все-таки. Я поработал за границей достаточно времени, я могу сказать, что разница была. Вы знаете, что меня поразило, когда я там, мне был 21 год, по-моему, впервые попал в ФРГ. Я там, значит, должен был читать лекцию перед студентами Боннского университета. Я там готовился, все там. Вы знаете, что меня потрясло? Не знали, кто такой Рембрандт вообще. Не знали соседних планет с Землей. Вы знаете, для меня, советского обычного человека, это был шок. Они мне, знаете, что объясняли? А я вот в банке собираюсь работать. На хрена мне ваш Рембрандт нужен? Мне что, за деньги будут платить? Опять, про планеты то же самое. Ну, хорошо, но знаю я, что соседняя планета Венера. Ну, и что? Мне еще теперь пластиковые окна будут лучше продаваться, что ли? Понимаете, мы сейчас скатились до этого. Тогда у нас были другие приоритеты. Образование и культура. Вот что делает из животного человека. Вот сейчас у нас, например, вот вы прокуратую Конституцию, у нас сейчас функция воспитания запрещена в стране. У нас школа обязана учить только знанием. А учить, что хорошо, что плохо, мировоззрению запрещено. А это, знаете, все равно, что как вот слесаря обучить, и как бы вот слесарю наплевать сейфы вскрывать там или детали точить, понимаете? У него же навыки есть, правильно? Ну, почему нет? А тогда же, помните, вот в каждой тетрадке опять, ну, у меня, по крайней мере, был моральный кодекс строителя коммунизма. Если его там, скажем, перевернуть, а что в нем плохого? Там что-то было, там, защищать слабых, предположим, там, да? Уважать старших, там, быть патриотом в свою родину. А что здесь плохого? Ну, если даже назвать его там по-другому каким-то образом. И на это все работали. Например, 1 сентября урок мужества, ветераны войны. Каждая школа, каждый класс, ну, у нас, по крайней мере, да я думаю, везде, носила чьи-то имена. Да, у нас, вот, например, Ульяна Громова, там, член организации «Молодой гвардии», мы ездили в Краснодон. Учителя нас возили, представляете, вот, по этим всем местам. Это же все все равно, понимаете, закладывается в голове. Вот эти вот идеалы, все. А сейчас вам говорят, не надо этого делать. Образование, услуга. Вы должны читать, писать и уметь продавать окна там, или пиво и прочее. Больше вам ничего знать не надо. Вот это все надо вернуть. Образование и культуру, понимаете. А у нас же сейчас, видите, вот, меня что потрясло. Украли вот эту картину с Третьяковки, да, и какой-то советник президента по культуре, вот, на Первом канале мне сказали, я фамилию забыл. Его спросили, ну, а что делать, чтобы кражи предотвратить? А он говорит, надо меньше людей в музей пускать, понимаете. Логично, чтобы предотвратить преступность, надо, чтобы люди на улицу не выходили просто, и все будет замечательно, понимаете. И что он еще сказал? На переоформление музеев вообще нет денег. Так вот, страна, у которой нет денег на музеи, книги, эта страна, да, обречена на то, чтобы стать страной животных. А мы с вами были самой читающей, самой развитой страной. Я помню, в той же Германии я дискутировал с американцами, да, перед немецкой публикой. И американцы говорили, ну, это же русские, они все знают. Было такое, понимаете. А сейчас мы скатываемся примерно на тот же уровень, как и они, которые путают Австралию с Австрией там. Николай Николаевич, наличие мощнейших средств вооруженной борьбы у Советского Союза и стран Варшавского договора не предотвратили развал СССР и мировой системы социализма. Русский мир понес гигантские потери, экспансия англосаксов, китайцев, великая. До сих пор нет глубокого анализа, публичного, способов разрушения СССР и стран мировой системы социализма. Как, на ваш взгляд, что являлось все-таки истинной причиной этого? Вы ошибаетесь. И какова, на ваш взгляд, вероятность повторения такого сценария для современной России? Вы знаете, я должен сказать, вот честно вам скажу, я не люблю вопросов, когда человек говорит, никто не знает, нет анализа. Вы за себя говорите. Говорите, я не знаю, мне неизвестен этот анализ. Понимаете, потому что, если я вам сейчас буду сказать, ну что, ребята, да никто из вас этого не знает. Вот вам приятно будет это слушать, нет? Значит, анализ есть давным-давно. Значит, директор ЦРУ Ален Далес, ну, которому, кстати, очень много чего приписывают, но он на самом деле, вот в 56-м году ЦРУ была создана с целью подрыва Советского Союза. Вообще, это уникальная вещь, когда организация создается для ликвидации страны не военными средствами. И он писал, что нам надо сделать, чтобы разрушить Советский Союз. А вы говорите, анализа нет. Да есть он. Значит, он писал, Гитлер, Наполеон, ничего сделать не могли. Ну, особенно Гитлер, это вот было в 56-м году, понятно, да? Нам надо сделать, чтобы их интеллигенция, это он слово даже так и написал, потому что на Западе, заметьте, интеллигенции нет. Она там не нужна. Ну, интеллигенция, это как бы слой мыслителей, да? Вот тех, кто ведет страну за собой. Помните, у нас в советское время писатели встречались с читателями, да? И их там спрашивали, а что вы думаете вот про это, про это? А вот как нам быть? Да там писатель, это тот же продавец своих книг, там. И чем они развлекательнее, тем лучше. Так вот он что писал. Нам надо сделать советскую интеллигенцию похожей на нас. Главное отличие русской интеллигенции от нашей, ну, от наших там интеллектуалов, да? Бессеребрянищество, альтруизм, служение интересам Родины, а не себе. И мы должны сделать их такими же, как мы, чтобы у них во главе угла стоял личный успех и личное материальное благосостояние. Добились. Это опять к нашему разговору. Животный человек, да? Который работает на свою собственную шкуру. Или это человек... Вы знаете как? В Древнем Риме было два вида наказания самых страшных, да? Первое, ну, естественно, смертная казнь. А второе, изгнание навеки из города. И многие люди, которым выбор давали, они выбирали смертную казнь. Они не могли представить себя вне Родины. И знаете, тогда еще про римлян говорили. Личная гордость римлянина, слава его страны. Вот так. Это были не животные. Поэтому они, кстати, до сих пор... Мы много от них имеем. И республику, и парламентаризм, и все остальное прочее. Спасибо. Последний вопрос от зрителей. Нельзя. Николай Николаевич, вы очень много сказали про то, как... Что-то, кстати, я вот, правда, отметил, что дамам как-то мало слова давали, да. О том, что, так скажем, захватить власть парламентским способом. Ну, вы же понимаете, что те, кто у власти, они так просто ее не отдадут. Ну, потому что страна пронизана коррупцией и прочее, и прочее. Ну, вопрос, что с этим делать? Никто так просто не отдаст. Хорошо, ваше предложение. Не знаю, я хочу узнать. Еще раз, я вам сказал, да, что то, что вы говорите, это вранье. В Хакасии власть взяли? Да, нет. Нет. Почему? Задавили, товарищи. Нет, его задавили, понятно. Потому что оппозиция победила в одном регионе, да? А если бы она в десяти победила? Нет, ну, извините, я... Она там победила или нет? Можно я глупость скажу? Вот то, что вы говорите... А вот эти, секундочку, разговоры. Да я не знаю. Да вы же понимаете. Позорные разговоры для гражданина великой страны. И там, и там, и там все-таки были допущены парламентские партии. То есть те, которые так или иначе сотрудничают все равно с властью. То есть люди скорее голосовали не за того кандидата, а против основного. Хорошо, а какие партии, приятные вам, не были допущены в Хакасе? Нет, вот за нового социализма не была допущена. Ну, это смешно, я понимаю, если серьезно. Ну, что вы ерунду-то опять говорите. Все партии были допущены. Все, например, партия Титова, как она называется, забыл там, Роста, что ли? Да, партия Роста. Была допущена? Нет. Опять возникает вопрос. Нет, если вы считаете, что все эти партии фигня, ну, что вам мешать, свою зарегистрировать, 500 членов надо. Ну, работайте, делайте что-нибудь. Лично я не гражданин России. Ну, это, понимаете, дешевый отмаз тогда. Ну, есть же граждане России. Вот вы гражданин. Конечно. Ну, и что? Я голосовал за Грудинина, но, как говорят, столько помоев, сколько на него вылили буквально. А сколько помоев на Трампа вылили? Хорошо, мне диагноз ясен. Вы, когда вам говорят, а что делать? Я не знаю. Это позиция не гражданина, а подданного, понимаете? Я знаю, что делать. Что? Сначала, во-первых, возьмем Николу Макивили. Нет, давайте с Николу. Давайте с фараона Рамзеса начнем тогда лучше. Да, вот возьмем его. Мы начнем с женщины. Женщины. Ничего не выйдет. Женщины начнем. Ой, какая гениальная фраза. Надо записать где-нибудь. Все пошло. Прошу прощения, я снова узлов у полицейского микрофона. Последние три вопроса и Есенин. Да, действительно, давайте дамам дадим три вопроса, а то что-то они у нас... Нет гендерного направия, короче. Я из Славянска. Вот как раз человек тоже задавал вопрос. Но я уже четыре года живу в России, и должна сказать, что очень сложно получить гражданство. Значит, занимают очередь за две недели только талончик, а потом очень длинная история. У меня есть родные на Украине, я это знаю, да. Я очень коротко, я, конечно, могу эту тему долго развивать, она меня очень волнует. У меня вопрос вот такой. Вот есть сейчас такое предложение, чтобы давать российские паспорта людям, которые не запятнали там себя ничем-ничем, нормальным людям, российские паспорта, значит, в очень короткий срок. То есть, и сначала там Донецк, Донбасс, а потом дальше. Вопрос ясен. Я вам должен сказать, что до 2002 года у нас был закон о гражданстве, который я полностью поддерживаю. По этому закону, который был, да, любой гражданин, родившийся на территории Советского Союза, любой получал гражданство по заявлению в течение семи дней. Я считаю, что это абсолютно верно. Почему? Ну, сейчас за исключением, может быть, тех, действительно, кто там, скажем, запятнал себя работой в так называемой антитеррористической операции, вот этим всем друзьям. То есть, у нас должен быть список тех, кто своими деяниями исключил себя из потенциальных граждан. Всем остальным, родившимся на территории Советского Союза, знающим русский язык, ну, заканчивавшим там советскую школу или вуз, на мой взгляд, конечно, должны давать гражданство просто по заявлению. Они нашу страну не предавали, они никуда не уезжали, понимаете? И то, что мы к ним относимся, вот с жителем Украины, Белоруссии, как с жителем Замбии, берега Слоновой Кости, это свинство и безобразие, на мой взгляд. Господа и главное, дамы. Дамы какой-нибудь еще? Обязательно, обязательно. Значит, мне подсказывает хренометраж, что у нас буквально на флешке осталась совсем... Флешка, это техника. Дамы, есть, как называется, вопросы? Нет. Дамы, есть вопросы? Буквально 20 секунд. Хорошо, только 20 секунд, там действительно проблемы сбудутся иначе. Николай Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Яковлевна Романова. У меня больная тема. Я все время волнуюсь о том, что у нас сейчас потихонечку идет замена ментальности нашей. Советской, русской, я не знаю, как это сказать. Какой вы видите выход из этого положения, лично ваш? Очень простой. Никакой ментальности нет. Значит, есть, знаете, как говорили, политическое мировоззрение и духовность, которые диктуются экономическим базисом. Если у вас общество основано на жадности, на жажде прибыли, какой ментальности вы хотите? Соответственно, чтобы поменять настроение людей, мировоззрение, надо поменять экономику. Нужен социализм. Господа, значит, мы только что имели радость больше, чем два часа общаться с лидером возможным движением. За новый социализм. Да не надо пока этого всего. За новый социализм. Или одним из лидеров движения. Или одного из новых социализмов. Одного из новых социализмов. И мы крайне мы благодарны. Спасибо. Спасибо огромное за внимание, за то, что вы нашли время после работы. Потому что я понимаю, что вы в основном все работаете, пообщаться. Мне с вами было очень интересно и приятно. С учетом того, что вы сегодня встали где-то в районе шести часов утра, мы еще раз поблагодарим его. Потому что его... Спасибо. И третьим ударным аппаратисментами пригласим на следующую встречу, которую, надеюсь, не за горами. Спасибо большое. Спасибо. Это все на сегодня. Спасибо.